Наука очень заорганизована, наука специализирована, и поэтому мы очень часто не слышим друг друга. Мы бы хотели, наверняка большинство здесь интересуются, и не только здесь вообще, большинство людей интересуются одновременно и вопросами, как мир устроен, что изучает физика. Может быть, кто-то интересуется и биологией, и математикой. И в то же время большинству людей интересны философские вопросы, поэтому очень-очень назревает со всех точек зрения. Хочется устроить нам встречу. И поэтому назревают эти инициативы в разных местах. Я стараюсь тоже по возможности как-то приближаться с той и с другой точки зрения. Сама я по образованию биолог. А потом уже стала заниматься философией. И физику тоже меня всегда очень интересовало. Я даже на физфаке на полтора года училась, но в те годы, в 90-е годы это не совсем получалось. Так что у меня, к сожалению, этот проект не получился. Но, в общем, я очень хорошо понимаю, как может быть интересно то и другое. И философия интересная, и наука чистая такая. Поэтому, мне кажется, мы здесь не зря собрались. Кроме того, сразу мне хочется сказать, какой замечательный повод у нас сегодня для того, чтобы собраться и поговорить. Это выход такой замечательной книги, которую я с огромным удовольствием прочитала. Книги Сергея Попова «Все формулы мира», которая, мне показалось, великолепно иллюстрирует как раз то, что я хочу сегодня сказать. Это связь философского и физического подхода к познанию мира. Познание мира при помощи математики является таким очень загадочным. И мне, по крайней мере, всегда казалось, что это огромная загадка. И далеко не только мне так казалось. Читая книгу Сергея Борисовича, я все время вспоминала знаменитую статью Вигнера. Наверняка многие здесь присутствующие знают, о чем я сейчас хочу сказать. Статья Вигнера в 60-х годах где-то была написана. Точно не могу сказать год, но порядка конец 50-х, начало 60-х годов, по-моему. Но, в общем, это неважно. Необъяснимая эффективность математики в естественных науках. Она ставит вопрос, почему математика описывает наш мир. Вообще, это же совершенно не очевидно. Это вопрос. Почему мы можем сначала ввести какой-то параметр, какую-то функцию, какой-то объект математический, и вдруг окажется, что этот объект начинает работать в совершенно других теориях, в совершенно других условиях, и он начинает нам описывать наш мир. Вот нельзя сейчас, в принципе, здесь показать картинку. Ну, ладно, даже не буду я показывать картинку, наверное, сейчас это будет трудно. Я так хотела ее... Ну, в общем, обойдемся, Влада, обойдемся мы без картинки. Смотрите, расскажу о такой школьной, в общем-то, о школьном материале. Вот, допустим, возьмем лампочку, которая горит под потолком, или еще чего-нибудь возьмем, например, возьмем какой-нибудь звук, который звучит просто, да, звучит, например, нота ля, я не знаю, там, или какая-нибудь другая нота. И возьмем синус. Так, а можно мне здесь нарисовать? Здесь можно рисовать, да? Можно, да? Это можно потом будет легко стереть. Значит, что такое синус? Синус – это, если мы берем прямоугольный треугольник, синус противолежащего угла, синус угла – это в отношении катета к гипотенузе. Значит, треугольник, прямоугольный треугольник. А с другой стороны нота ля. Вот что между ними общего? Казалось бы, да, совершенно ничего общего. Но в то же время, когда выясняется, что такое ля – это звук. Что такое звук? Звук – это колебания, это колебания воздуха. Колебания воздуха – это волны, да? Какие они там? Продольные, по-моему, волны, да? Вот. И волны, они описываются, ну, хорошо известный нам, как это будет? f от x – это а синус фи – х плюс, а, ну, еще плюс, да, что-то? Плюс, не помню, там. Ну, в общем, какой-то параметр какой-то. Значит, синус появляется. Вот и спрашивается, откуда мы это можем взять? Как, почему вдруг отношение противолежащего катета к гипотенузе описывает нам ноту ля? Вот. Или то же самое лампочка, я сказала, под потолком, да? Лампочка – это что? Это свет. Свет – это волны, волны – это колебания, колебания – это вот синус. Это типичный, типичный случай, когда математика нам показывает свою мощь, свое могущество. Она нам описывает природу настолько удивительно и настолько точно, что мы как-то вот не понимаем, откуда это берется. Почему природа, которая не похожа на математику, почему она подчиняется этим законам? И когда я читала вот книгу «Все формулы мира», мне показалось, что… Мне показалось, мне кажется, не просто только мне показалось, что она реально идет об этом речь. Я заметила, что сам Сергей точно не встает на какую-то определенную точку зрения. Мы даже с ним немножко поговорили в Фейсбуке. Он сказал, что он намеренно не встает. И правильно. Потому что он представляет несколько вариантов ответа на вопрос, вот этот вопрос, который у нас тут встает, почему математика обладает таким могуществом. Он сам говорит, какие тут возможны ответы. Три он ответа приводит. Первый. Значит, математика есть истинная структура мира. Это вот ответ, который самый такой, ну что ли, самый радикальный. И нам кажется, что вот это вот как раз само чудо тут и названо. Хороший ответ. Тегмарка правильно здесь из современных авторов нужно упомянуть. Ну, из самых старых классических авторов тут Пифагора надо упомянуть. Но кроме Пифагора, кроме Галилея, современные авторы тоже так думают. Есть современные авторы, которые дают именно этот ответ. Вот Тегмарк. И у Сергея в книге, и я считаю, что это совершенно правильно. И не только Тегмарк, между прочим. Вот Пенроуз. Пенроуз вообще-то сам себя таким пифагорейцем не называет. Но есть сейчас работы, посвященные творчеству Пенроуза, в которых показано, что его можно тоже отнести к людям, которые придерживаются вот этого пифагорейского взгляда, что математика является структурой мира. Не просто математика, она какая-то выдумка человеческая. Она реально лежит в основе мира. Второй ответ не такой радикальный. Наверное, вот Сергей всё-таки ближе к нему. Математика является хорошим языком для описания реального мира. Она тут играет по случайности, получается. А почему, спрашивается, она таким хорошим языком является? Не совсем понятно. Но это такой осторожный ответ. Сергей много его разрабатывает в своей книге. Он говорит, например, что математика потому является удобным языком для описания, потому что она очень долго развивалась. Действительно, математика, она самая древняя из всех естественных наук. она развивалась параллельно с физикой, она приспосабливалась к физике, она эволюционировала вместе с физикой. И вот они взаимно друг с другом вот так вот эволюционировали. И поэтому получается, что математика к физике вот нашими усилиями, она так вот получается хорошо подобна. Ну, вот такой тоже ответ может быть. Хотя, ну и третий ответ, который мне совсем не нравится, и, по-моему, Сергей Борисович, он тоже не особо нравится, он его формулирует так. Математика не отражает истинную структуру мира, а через верное увлечение всех наук математикой способна повести нас по ложному пути. Ну, это, мне кажется, неправда. Математика реально хорошо работает, очень хорошо работает. Так что никак тот третий ответ к нему не склонишься. Вот. И вот книга «Все формулы мира» мне понравилась прежде всего именно тем, что она задает вопрос и дает материал для того, чтобы сам человек думал, к какому ответу сам человек хочет склониться. Мы сами можем, заинтересовавшись, набрать материалы. Материала сейчас очень много, и в интернете все это, и Тегмарка, и Пенроуза, все книги переведены. Ну, не все, но, в общем, что надо, переведено. То есть вы, пожалуйста, прочитав эту книгу, дальше можете сами заниматься этими исследованиями. Значит, вот, все-таки мне хотелось бы еще пару слов сказать, уже не просто о математике, а вот об этой проблеме, с которой Алексей начал вводное слово, он сказал, что культуры, естественно, научные, гуманитарные культуры, они немножко получаются у нас такие раздробленные. Не хорошая ситуация. Мне кажется, человек образованный должен стараться быть многогранным в каком-то смысле, да? Вот хорошо бы мы вот это все понимали и к этому стремились. Мне понравилось в книге Сергея Борисовича понравилось рассуждение о том, что такое понимание, понимание, потому что это чисто философское, конечно, рассуждение. Это вопрос не физики, да? Физика не задает вопроса, что такое понимание. Но физика работает с пониманием. Физику нельзя представить себе без понимания. Я еще, кроме Сергея, я общалась недавно с нашим тоже замечательным физиком. Он сейчас уехал. В Нидерландах он работает. Это Михаил Коснельсон такой есть, очень знаменитый физик. И он тоже очень много пишет в живом журнале и в Фейсбуке он пишет. У него и книги выходили тоже. На философские темы. И вот он, в частности, очень убежденно говорил о том, что цель науки – это не какая-то, например, утилитарная. Ну, физика дает нам массу технических привомбасов и гаджетов, но не эта цель. Цель науки – понимание. Но это хорошая, красивая фраза, да? Цель науки – понимание. Радует просто такая фраза. А что такое понимание? Вот вопрос. Вопрос, конечно, именно философский. И, в частности, мы можем поставить вопрос о том, что такое понимание в математике. И Сергей поставил этот вопрос в своей книге. И мне понравилось, как он его решил. Решение довольно, надо сказать, неприятное. Смотрите. Математика раньше была наукой относительно наглядной. Во времена Пифагора она была, ну, просто наглядной наукой. И еще Кант, это конец XVIII века, говорил о том, что математика не существует без созерцания так называемого. То есть мы должны видеть, что… Ну, хотя бы в уме видеть, не рисовать обязательно графики, а вот представлять, что мы делаем, какие мы там развороты треугольников предлагаем, как мы там теорию Пифагора доказываем наглядно, или в алгебре тоже все это допустимо представлять наглядно. Это еще XVIII век. К началу XX века уже стало ясно, что огромное количество формальных рассуждений в математике не допускают наглядности. Но вот знаменитый математик Андрей Пуанкаре в конце XIX, в самом начале XX века еще писал, он написал такую работу, очень интересную статью, «Интуиция и логика в математике» она называется. И показывал, что это как бы две ноги, левая и правая, к которой мы идем поочередно. Нельзя идти одной ногой, надо идти двумя ногами. Вот как бы интуиция и логика работают в каком-то смысле попеременно, то есть они поддерживают друг друга. Значит, к концу XX, начало XXI века ситуация совсем уже другая. Просто-напросто наглядность ушла, вообще ушла. Появились компьютерные доказательства, которые чисто формально-то человек не может проверить. Уж какое там понимание, о какой наглядности идет речь. Вот в связи с этим просто стоит вопрос, а понимаем ли мы современную науку. Вопрос чисто философский и очень серьезный. И мне понравилось то, что в книге прямо Сергей так и пишет, что очень скоро, скорее всего, у нас будет наука, нашей наукой будут заниматься компьютеры. Они будут доказывать теоремы, скорее всего, правильно будут доказывать, но мы этого уже не поймем. Наверное, хорошая будет наука, замечательная, но не наша. И, скорее всего, если помечтать, так сказать, ну не то, что помечтать, а так вот, не помечтать именно, а представить себе, что будет с доказательствами, так искусственный интеллект нам будет и писать вот научно-популярные книги для нас, для людей, о том, что он, искусственный интеллект, достиг. Ну надо же нам, мы же его, так сказать, прародители. Вот он для нас напишет нам научно-популярную книгу о том, какая там будет наука. Где-нибудь в конце XXI века, наверное, это уже будет. То есть мы, в общем, упускаем понимание. У нас понимание уходит. И это проблема, конечно. Вот эту проблему можно поставить, и надо, может быть, думать о том, как ее решать. Вот, это то, что я хотела сказать. Но пока у нас еще искусственный интеллект не захватил всех наших позиций, мы имеем то, что имеем, а имеем мы замечательную научно-популярную книгу, которая написана, слава богу, человеком для других людей. Вот, спасибо за внимание. Премени, если у кого-то из участников или авторов есть вопросы или реплики по поводу выступления Елены, как раз самое время их задателям высказаться. Можно я начну? Елена, спасибо большое. Простите, друзья, у меня сегодня с утра пропал голос. Если что, я не был в Китае, я просто много новостей читал. Вот, ну, я буду крепиться. Я сначала, может быть, немножко прокомментирую по поводу того, что скоро искусственный интеллект будет все узнавать за нас и будет писать для нас книги. Смотрите, я с интересом прочитал какое-то интервью. По-моему, заместитель председателя суда конституционного давал интервью. Там я произвела такая фраза. В России нет ни одного человека, ну, правоведа, юриста, который бы знал все действующие законы в России. Корпус законодательства Российской Федерации, он огромен. С гигантским количеством поправок, толкований, уточнений. Вот. Ну, и, да, наверняка никто там в России. Но есть некий коллективный разум правоведов, каждый из которых знает какую-то свою маленькую часть. Вот сейчас в этом смысле задачи, которые там стоят перед физиками, во всяком случае, они становятся все сложнее и сложнее. Наверное, нет ни одного человека, который мог бы осознать и понять эти задачи единолично, но есть некий коллективный разум. То есть вот обязательно ли мы скатимся именно к искусственному интеллекту? Просто, может быть, у нас ученых будет становиться все больше и больше, и специализация каждого будет все уже-уже. Но если... Это тоже плохо, но это лучше, чем искусственный интеллект. Но если будет налажен какой-то механизм, рецепт взаимодействия, то, в общем-то, мы все-таки останемся людьми. Будем надеяться на то, что мы дойдем до состояния взаимного такого сетевой, такой взаимной поддержки. Это будет неплохо. То есть отчасти это уже сейчас происходит, потому что там статьи, в которых там тысяча, полторы тысячи авторов. Это уже не такая редкость. Конечно, да и в математике, в соавторстве уже очень многие работают. И вот, собственно, у меня к вам вопрос. Как философу пользуюсь случаем. Насколько я помню, сейчас боюсь ошибиться, в имени Агюст Конт, философ XIX века, он составил, вам кажется, он это назвал, лестницей наук. Науки, которые стоят по ней к иерархии, причем, насколько я помню, еще в основу он положил астрономию, и только на второй ступеньке стояла математика. А вот с точки зрения современной философской науки математика, какое место занимает в системе, скажем так, нашего познания? Допустим, в системе просто естественных наук. Она сместилась как фундамент, она поменялась вместе с астрономом, она поднялась выше. Я поняла вопрос. Тут нет единственного ответа, потому что философия – это, конечно, поле споров. И много точек зрения. Поскольку я как раз являюсь довольно активной участницей московского семинара философии и математики, я там, в общем, все эти точки зрения, я их слышу регулярно. Ну, распространенной точкой зрения является то, что математика является… Вот то, что, когда я рассказывала о книге Сергея, это второй взгляд. То есть математика является языком, вспомогательная фактически наука. Она служит в биологии, в физике, в химии. Ну, в физике, прежде всего, конечно. В биологии уже хуже. Но тоже фрактальная математика. Ого-го, как работает в биологии. Да много вообще сейчас… Сейчас вот взрыв, можно сказать, идет применение математики именно в биологии. В физике-то она давно применяется, а вот в биологии она в последние десятилетия, в последние, начала очень применяться. То есть считается, что математика, она как-то вот… Она что ли отдельно, она в лестницу наук не входит. Лестница идет вот так вот. Физика, потом химия, потом биология, потом психология, потом социология. По конту она так и идет. Но математика стоит сбоку, потому что она работает как язык, как какой-то вспомогательный механизм. Мне не нравится этот подход. Ну, я уже говорю, философы, они очень любят спорить. Я стою на том взгляде, который Сергей назвал первым. То есть в том, что математика имеет глубинную связь с миром. Математика описывает структуру мира. И не просто описывает, она определяет структуру мира. Вот как. Так я считаю. Но это точка зрения. Это открыто для споров и для дискуссий. Поэтому нету какого-то определенного взгляда одного. То есть не получается тогда вот в рамках такого подхода, что математика – это не вполне… Ну, не то, что не вполне наука, не вполне традиционная наука, раз она не вписывается даже вот в этот список классических. Она не вписывается в список. Ну как? Она очень традиционная. Первая самая, да, в Вавилоне она еще возникла. Нет, она другая, да. Она не входит в список естественных наук. Ее нельзя назвать естественной наукой. Естественные науки всегда описывают мир опыта. Мы в физике. Мы сначала рассчитаем модель с помощью математики. Мы ее рассчитаем. А потом мы проверим, как она работает на опыте. Потому что физика описывает мир опыта, уже не говоря о химии, биологии и так далее. А математику мы не проверяем на опыте. Математику мы доказываем. Она стоит вне опыта. Вот поэтому, конечно, она… Ну, это, наверное, немножко более сложное. Может быть, кто желает, кстати, принять участие, во-первых, вы можете прийти на заседание семинара по философии и математике. В Фейсбуке есть страница, которую я веду. Мы там выкладываем анонсы наших мероприятий. Я туда приглашаю всех желающих в качестве слушателей. И если вам не очень хорошо, конечно, хочется туда ходить, то в Ютьюбе мы выкладываем наши записи все в открытый доступ. Вы просто ищите в Ютьюбе семинар по философии и математике. И там очень будет большое количество спорщиков, которые стоят на разных точках зрения. Я сразу оговорюсь, что я, так сказать, клинический гуманитарий. И для меня и мое восприятие высоких научных материй оно очень похоже на то, что, собственно говоря, как описывает его автор книги Сергей Попов, когда он говорит, что это внимание, интерес человека, который приходит в этнографический музей и смотрит на магические объекты непостижимых ему культов. И, конечно, в этом есть некая абсолютная завороженность этой непостижимостью. Это именно то, что я испытываю. И для меня было большим подспорьем, что это не просто книга, а книга с картинками. Там были замечательные иллюстрации Растана Тавасиева, которые для меня были каким-то, если не знаком понимания, то хотя бы таким успокоением, что да, это непостижимо, и этой непостижимостью это прекрасно. И мне очень нравится, что иллюстрации Растана немного напоминают совершенно замечательные иллюстрации Майя Митурича. Это одно из моих любимых изданий «Алиса в стране чудес». «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла. Книжка, написанная математиком. Прекрасная абсурдистская сказка, которая, собственно говоря, указывает нам на границы нашего логического постижения мира. Что если очень долго следовать логике, то наша картина мира абсолютно меняется, приходит к абсурду. Но при этом там были вот такие же очень немного похожие картинки. И в самой книге Сергея Попова меня очень, опять-таки, порадовало несколько упоминаний, несколько отсылок к искусству, в том числе разговор о том, что, возможно, параллель между современным искусством и современной наукой, что и то, и другое похоже тем, что оно абсолютно, в принципе, непонятно неподготовленному зрителю. И если говорить о каком-то попытке искусства перевести или показать, чем занимается современное искусство, оно вряд ли может сделать математику или современную науку более понятной. Но оно может указать на ее вот эту самую радикальную непонятность, которая не является бессмысленностью. И когда я читала эту книгу и пыталась подготовиться к своему выступлению, я нашла материалы по вот такой вот выставке, которая была в 2011 году в фонде «Кортье». Это парижская замечательная выставочная институция, основанная как ювелирной фирмой. «Кортье» у них есть фонд, поддерживающий современное искусство. И там, собственно говоря, была выставка, посвященная математике, которая называлась «Математика. Внезапное остранение». Наверное, так можно перевести это название. Выставка, которую готовил кураторам, который выступал, было несколько кураторов, один из которых был астрофизик Мишель Кроссе. И участвовали в этой выставке математики, художники, кинорежиссеры. И, собственно говоря, у этой выставки были очень... Выставка невероятно зрелищная, да, и очень... Я ее не видела, я могу судить только по картинкам и по описаниям, в которой, собственно говоря, которая была об этом прекрасной непонятности, о прекрасной непостижимости математики, где было, например, вот такое видео, руки пишущие формулы математические, которые были сделаны Седриком Вилани, таким, насколько я понимаю, очень публичным и очень культовым математиком во Франции, который сейчас занимается политикой, которая, так сказать, культивирует очень эксцентричный образ. И когда он записывал это видео, это не про формулу, это про хореографию руки, это про математику как хореографию. Там был анимационный фильм, сделанный Дэвидом Линчем и с текстом, начитанным Пати Смит, который тоже был посвящен красоте математического постижения мира. Там была вот такая вот научная, как бы на самом деле научный проект, это самообучающиеся роботы, сделанные... Сейчас скажу, кем. Пьер Ив Удейер, это действительно научный проект, но чтобы этот проект был каким-то более... Тоже, опять-таки, постижимым для публики. Дизайн этих роботов делал, опять-таки, Дэвид Линч, Линч, который дружит с фондом Кортье, и довольно-таки они делают его выставки. То есть это была, собственно говоря, такая выставка, которую очень много хвалили в прессе, потому что это была выставка непостижимой красоте науки. И довольно много ругали пользователи, которые говорят, что мы тут пришли, наконец думали, что мы что-то поймем, а нам предъявили вот эту абсолютную непонятность и то, что, собственно, сам фонд Кортье в пресс-релизах писал, что мы тут вам не научно-популярные музеи, и мы показываем именно красоту непостижимости этого всего. И вот наших культовых математиков и наших культовых кинорежиссеров опять-таки выбирают именно Линча, потому что он такой признанный мастер непонятности и непостижимости. Но, наверное, собственно, сама эта непостижимость современной науки и современного искусства, о которых, опять-таки, я еще раз отсылаю книги Сергея Попова, они взаимосвязаны, потому что само по себе современное искусство было, если брать за его точку отсчета, начало XX века, было, наверное, попы стремлением выразить вот ту самую абсолютно изменившуюся научную картину мира. Искусство, если тоже вот о чем вы говорили, о чем пишет автор книги, что в какой-то момент наука стала описывать мир, который не дан нам в ощущениях. Мы не видим подлинную структуру мира, мы не видим, из чего он состоит на самом деле. И вот это незримое, собственно говоря, и стало создавать искусство, искусство, которое прекрасным образом реагировало на изменения научной картины мира. И поэтому, собственно говоря, абстракция была этим языком математики. Каким образом можно выразить незримое в мире, потому что зримый мир нам непостижимый. Кандинский, автор, как считается, считался первой абстракцией в мире, написать первоабстрактные акварели без названия, сделанные в 1910 году, как раз в своей книге о духовном искусстве пишет о том, что мы надо преодолеть материальное, потому что даже ученые уже не описывают, потому что сама материя поставлена под вопрос. Мы описываем нематериальное. искусство, как бы мир нематериален, и он пишет о науке, но, опять-таки, какова это непроверенная картина мира? Он пишет о достижениях ученых, но он пишет одновременно об тайнах индийских йогов, популяризированных в Лавадской. Он пишет о спиритизме, он пишет о телепатии, он пишет о том, что мир действительно устроен не только из каких-то зримых предметов. И это то, как бы, собственно говоря, абстракция Василия Кандинского, это попытка и стремление показать вот этот незримый мир, незримую структуру мира, мир, который, так сказать, не дан нам больше в ощущениях. И второй, так сказать, одновременно, такой же реакцией на изменившуюся абсолютно картину мира было искусство итальянских футуристов, воспевавших, как известно, прогресс и скорость. И при этом, как бы, так же, как Джакомо Балла, автор, наверное, одной из самых известных и самых неправильных картин итальянского, самых нехарактерных картин итальянского футуризма. Он был не только адептом прогресса, он был, он верил в спиритизм, то есть он верил в эти незримые силы. И что такое для него скорость? Скорость – это и движение, представить мир движения, представить мир скорости, показать, что не существует стабильных предметов, показать, что не существует неподвижного мира, что неподвижность мира является иллюзией. И тут идет ссылка на Эйнштейна. И что происходит, когда мы отказываемся от этой иллюзии неподвижного мира и автономных предметов? Оказывается, что мир абстрактен. Скорость автомобиля – это абстракция. И то, что делает Бачони, еще один из итальянских футуристов, не существует автономии предметов, нет отдельно улицы и отдельно дома. Они все время смешиваются, они все время смешиваются друг с другом. И у Бачони принадлежит замечательная фраза, что движение – это не траектория, движение – это трансформация. Движущаяся лошадь и неподвижная лошадь – это разные существа. У движущейся лошади не четыре ноги, а двадцать ног. И вот этот как бы постоянный, в постоянном, так сказать, как сказали бы сегодня, морфинге, морфирование, пребывающий мир, собственно говоря, итальянские футуристы изображали. Причем особенный эффект делал это Бачони даже не в живописи, а именно в скульптуре, когда он показывает вот эту знаменитую статую, которая есть, по-моему, даже на итальянских марках она была. Вот этого человека, фигуру, которая движется сквозь пространство, распадается в этом пространстве, разрывает его и наматывает на себя клочья, обрывки этого пространства. То это, собственно говоря, следствие этой изменившейся картины мира. И если говорить про сегодняшних художников, которые так... Я не буду говорить про science-art, я не буду говорить, потому что я недостаточно хорошо разбираюсь в науке, не буду говорить про замечательных художников, которые занимаются биоартом и выводят новые типы живых существ, фосфорицирующих кроликов. Это не шутка, это, кажется, действительно существует. Я буду говорить о трех художниках, которые более-менее занимаются вот этой самой визуализацией или, во всяком случае, стремятся дать нам в ощущение ту картину мира, те силы, которые формируют нашу реальность, которые мы не можем увидеть, которые мы не привыкли замечать. И первый мой герой, Карстон Николаев, художник по образованию, впоследствии потом ставший музыкантом и, в общем, более известный, наверное, как замечательный музыкант-электронщик Альва Нота. Он даже приезжал в Москву с совершенно прекрасным аудио-визуальным перформансом, не побоюсь этого слова. Художник в одном из интервью, у которого есть как раз прекрасный вопрос, абсолютно пересекающийся с тем, о чем вы говорили. Он задается вопросом, а существует ли математика на самом деле? Или математика — это свойство нашего сознания? И мы, и математика, и мы объясняем мир, потому что свойство нашего сознания — это проецировать гармонию на природу, на реальность, которая вне нас, и которая может быть абсолютно вся объяснимость и гармоничность, которая, возможно, является иллюзией, плодом нашего сознания. Каштан Николаев, который, опять-таки, как я читала в его интервью, большой любитель читать научные книжки, книжки, посвященные духовности, разговоры, беседы о квантовой физике с Далай-ламой, вот как бы такого рода литературу. И что он делает? Его работы как художника, а не как музыканта, они, собственно, и есть вот эта визуализация или какое-то желание дать нам в ощущениях незримые, неощутимые силы, которые, тем не менее, формируют наш мир. Звуковые... Сейчас я буду дико нести всякую ахинею, потому что я не знаю научную терминологию, но я попытаюсь с этим справиться, если что, вы мне помогите. Низкочастотные звуковые волны, которые не слышны. Как их можно показать? Можно показать рябь на воде, которую они образуют, или рябь на поверхности молока. Вот такая вот тоже прекрасная абстракция. Что такое на самом деле абстракция? Как можно показать, сделать лабораторию формирования снежинок, которые формируются на глазах у зрителя, и на этот процесс зритель каким-то образом может влиять? По-моему, тоже при помощи звука. Но не уверена, как можно визуализировать скорость звука, когда просто в этих трубах вспыхивает пропан, и ты видишь этот звук, который возникает на несколько секунд. Эту работу показывали, ее показывали в Москве на винзаводе, вот мы в Трастан ее помнят, она на меня произвела неизгладимое впечатление. Как можно показать, что такое это да и нет? Это предметы, сформулированные звуковыми волнами голоса, которые произносят yes и no. Это был голос, который наговаривал этих предметов. Это был голос замечательной художницы, поп-звезды, не побоимся этого слова, Лори Андерсон. И это еще ее портрет, это слепок ее голоса. И это огромное, то, что он больше всего известен, это вот такие вот огромные видеоинсталляции, которые он использует как фон для своих музыкальных перформансов, показывающие все виды, собственно говоря, какие есть эффекты восприятия, какие есть паттерны восприятия. И из таких тоже его, как визуализация незримого, вот такой вот проект, который это паблик-арт, это городская скульптура, установленная в Токио, меняющаяся, она начинает издавать звуки и светиться, потому что она фиксирует все незримые излучения, которые есть в городской среде. Это мобильные телефоны, Wi-Fi, радио. Вот какие на самом деле волны пронизывают нашу повседневность, которую мы все знаем, которую мы пользуемся, на которой мы не видим, как это можно визуализировать. Вот. Еще одна героиня, которая, как мне кажется, действительно замечательная художница, японская, существующая, существующая на грани, наверное, научного и научно-фантастического воображаемого, потому что, я думаю, что если что-то через, как бы для меня, гуманитария, если что-то может объяснить, даже не объяснить, а показать эту великую необъяснимость мира, которая при этом не является абсурдностью, это, с одной стороны, современное искусство, с другой стороны, научная фантастика. Марико Мори, японская художница, начинавшая свою карьеру как модель, начинавшая вот с таких косплейных, да, почти историй, когда она придумывала таких научно-фантастических персонажей, немножко из аниме и манга культуры, женщину-шамана, которая существует, футуристического шамана, и вот этих косплейных историй, она, собственно, перешла вот к таким тоже визуализации научных экспериментов, капсула просветления, это капсула, реагирующая действительно, свет, в которой реагирует на солнечный свет извне, да, она реагирует на датчики, вот такой вот замечательный капсула, машина, которая была установлена на венецианской биеннале, напоминающая корабль пришельцев, в которую можно было, выстояв изрядную очередь, надо сказать, попасть, тебе подключали какие-то датчики к мозгу и к голове, и то, что ты видел, собственно, это прекрасная цифровая анимация, абстрактная, которую ты видел внутри, предполагалось, что это визуализация деятельности мозговых волн или чего-то в этом роде, да, каким образом действительно, вот, вот такая очень трогательная скульптура, посвященная, сделанная после событий 11 сентября, где надо было обнять этих пришельцев, и тогда у них начинало, зажигались глаза, и начинали биться сердца, они реагировали на прикосновения зрителей, скульптура, сделанная в СААП, как бы, как бы, Марико Мори, тоже, как бы, человек, который очень интересуется наукой, она там стажировалась в НАСА, по-моему, и вот эта ее работа сделана как коллаборация с научным исследовательским центром в Японии, это детектор, нейтринодетектор в Японии, который, как бы, к данным, к которому подключена эта скульптура, которая вспыхивает, фиксируя вхождение нейтрино, рождение сверхновых, если я ничего не путаю, извините, это какое-то, вот, и, собственно, это существует в виде такой тоже почти сада камней, да, электронного, вот, такая же у нее штука, установленная в Окинаве, где шар этот скульптурный меняет свой цвет в зависимости от лунных фаз и фаз прилива, и в момент состояния тень от стелы падает на шар и происходит такое, я бы сказала, соите их, потому что они достаточно, как бы, куда, куда ушло, вот, извините, все пропало, все пропало, сейчас, извините, ради бога, сейчас найдем, до японской девушки, еще далее, вот, все, все, дальше я найду, вот, чтобы дальше уже можно было мотать спокойно, извините, пожалуйста, вот, при том, что, как бы, Марико Мори, она исповедует и научную, так сказать, тоже спиритуалистическую картину мира, естественно, говорит, что ей важно увидеть всю цельность мира, которая стоит за видимой его раздробленностью, и эти невидимые связи могут быть не только, как бы, это связи между душами, это буддийское понимание цельности мироздания, один из таких проектов, это установить, как бы, по скульптуре на каждом континенте мира, пока есть только вот культура в Японии, такое вот кольцо в Бразилии, это шестое кольцо к Бразильской Олимпиаде вместо пяти, вот, и, ну, вот, собственно говоря, тоже такие визуализации каких-то научных картин мира. И еще один художник, о котором я хочу рассказать, это, как бы, аргентинский художник Томас Сарацена, аргентинец, работающий в Германии, тоже с архитектурным, инженерным образованием и со стажировкой в НАСА, да, как, вот, художник, который начинал, как бы, начинал с изобретений, он придумал вот такой, да, прекрасный, как можно сделать у себя дома на воздушный шар, летающий на, чисто на солнечные энергии. Он его периодически пытается построить, и время от времени это даже взлетает, то есть такой вот экологический мир. И из этой такой очень старой, очень утопической идеи наконец построить некие летающие города, он все время строит эти модели летающих городов, такой летающие биопланические сады, которые могут спасти исчезающие виды земной флоры и фауны, унеся их куда-то в стратосферы. Город-аэропорт, который он придумывает, город, который, огромный летающий аэропорт, не знающий границ, да, к которому могут пристыковываться, отстыковываться другие модули, это такая немножко картина в духе русского футуризма во многом. Вот, но, наверное, самый грандиозный его проект, который действительно не метафоричен, а действительно дает почувствовать, ощутить какие-то силы, незримые силы действующего мира, это и силы гравитации, и силы социальных связей, это вот такая вот инсталляция, которую он сделал, вот как она устроена, в разрезе, где, собственно, зрители пускают там поиграть, и попрыгать, и поболтыхаться в этом огромном гамаке, и что-то как бы в этот момент ты понимаешь, как устроена гравитация, и ты понимаешь, как устроены социальные связи, потому что, чтобы буквально не пропасть и не свалиться в яму, нужно очень хорошо отдавать себе отчет о взаимодействии с другими людьми, если ты попытаешься слишком уединиться, то ты провалишься и не вылезешь оттуда, тебе нужно все время, чтобы кто, как бы тебе нужно все время взаимодействовать с людьми, и для него, это для Сарацена, это еще образ паутины, которую он создает, он работает с пауками, и для него, собственно говоря, паутина, он тоже ссылается на научные картины, он говорит, что вселенная устроена как трехмерная паутина, и паутина – это то, где каждая вибрация каждой паутинки раздается по всему этому пространству, и опять-таки, это еще один из образов тотальной взаимосвязи всего, которую мы, может быть, не можем увидеть, не можем понять в виде формул, но таким образом, собственно, искусство не столько ее визуализирует, сколько дает нам почувствовать, что за пределами нашего опыта эмпирического, и даже за пределами нашего понимания существует вот эта самая непостижимая связь, цельность мироздания, наверное. Спасибо. Благодарим, Ирина, за выступление. Я хотел сообщить, что еще разговор про синтез современного искусства и науки вы можете продолжить вместе с Ириной с 28 февраля по пятницам раз в две недели, в 19.30 Ирина будет читать курс лекций современного искусства и научная фантастика, вот, а сейчас тогда у участники или авторы может быть, какие-то, опять же, вопросы или реплики по поводу выступления. Хотелось просто поблагодарить за очень интересное наступление, с очень интересными иллюстрациями. Ну, просто я поблагодарила, я думаю, это все слышали. Спасибо большое. Много нового для себя увидел. Ирина, а вот скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что есть искусство, там, science, pirate, art, то есть есть искусство, которое как-то инспирировано, вдохновлено наукой. Это, по-моему, та же самая паутина. Понятно, откуда это берется. Я правильно понимаю, что, там, математика, технология, физика, по сути, стали инструментарием современных художников, потому что раньше, что был краски, холст, мольберт, и человек один своей рукой, кистью рисовал классическую картину. Сейчас человеку нужно поставить плазменную панель, сейчас нужно заказать производство 300 квадратных метров тянущейся там высокотехнологичной какой-то материи, все это смонтировать, смонтировать датчики, датчики освещения, загнать в свою инсталляцию модель фаз Луны, движение Солнца и так далее, и тому подобное. То есть, вот это все как инструментарий. Вот был такой чемодан с красками, а теперь еще вот такой чемодан с математическими моделями и тому подобное. Я понимаю ваш вопрос, но мне кажется, что, собственно говоря, вот этого одинокого художника в своей мастерской с ящиком краски, это тоже довольно новая фигура, да, и до этого у нас был, условно говоря, Леонардо да Винчи, который был художником, ученым, до этого у нас художники работали в сотрудничестве с архитекторами, потому что долгое время искусство было не отделено от архитектуры, оно тоже требовало вот этой команды, да, и расчетов математических, и чего-то еще. И даже этот самый, даже этот человек, этот ящик красок тоже не сам по себе взялся. И замечательное определение, откуда, что импрессионизм является следствием науки, потому что, собственно говоря, не только потому, что они опирались на исследование природы зрения и физики цвета, а просто потому, что достижения науки сделали возможным вот этот самый ящик с красками, да, что краски можно засунуть в тюбик, взять с собой и поехать на пленэр, что дальше было невозможно. Поэтому я думаю, что в каком-то смысле искусство всегда было неотделимо от тех или иных достижений цивилизации. Просто у меня следующий, ну и как бы больной вопрос, как у человека, который занимается естественными науками, вот сделали инсталляцию, в которой включена модель фазы Луны. А соавторы взяли тех людей, кто эту модель делал? Да, всегда все титры, ну, насколько я знаю, вот в таких случаях всегда все, так сказать, все титры указываются и это не... Это тоже соавторы работы никого не обидели. Нет, в том плане, что это тоже в каком-то смысле художники становятся. То есть это люди, у которых есть авторство, там... По-моему, да, это какие-то уже такие юридические аспекты. Но я думаю, что все предельно корректно, я надеюсь. Хорошо. В эпиграфе НТР это научно-технический рэп. Если что, это не научно-техническая революция, это научно-технический рэп. Я к нему еще в конце немного вернусь. Вот. А пока... Buenas tardes, сеньорос и сеньорос. Леванты на вас манус лоске entienden, entienden, lo que estoy diciendo ahora. Прямо сейчас. Так, вот я так и не понял. Все-таки, видимо, в окна ходят люди, которые просто на картинке ходят. Посмотрите, они не слышат. Собственно, при этом, к чему я все это сказал. Наверняка же вы не думаете, что если там с русским, с английским все понятно, это вполне себе живые языки, и оправдывать их существование как-то было бы странно. И даже более-менее понятно, почему мы их учим в школе. А испанский, ну это какая-то странная штука. Все равно же видели, никто не понимает. Вот один человек понимает, ну да и бог с ним. Ну и зачем? Вы же наверняка так не думаете. Это один из языков, один из живых языков, который, естественно, тоже имеет право на свое существование. И просто так сложилось, что есть люди, которые родились и живут там, где традиционно принято говорить на испанском. А в то же время в мире есть люди, которые вот так сложилось, ходят на работу туда, где традиционно принято говорить на языке математики. И вот я здесь скорее, вот выступая как человек от естествознания, как естествоиспытатель, я постараюсь сейчас пояснить фразу о том, что математика — это язык. Такой же язык, как английский, как русский, как испанский. Такой же, как язык изобразительного искусства. Язык музыки. Язык текстов. Просто математика — это достаточно удобный язык для того, чтобы описывать данные нам в опыте в непосредственном или опосредованном природе. И математика как язык, хотя существует еще математика как наука, я немножко об этом скажу. Математика как язык на самом деле очень похожа на языки естественные, как мне кажется. У нее есть свой алфавит, у нее есть свой корпус текстов. Вот там знаменитая фотография справа. Это некое высказывание, достаточно глубокое, достаточно информативное. И там на самом деле я хотел найти один символ, я так его не нашел, поэтому я сделал картинку слева. Слева написано знаменитое уравнение Шрёдингера. Ну, про Шрёдингера очень известный персонаж, наверное, самый известный владелец кота, ну, там, может быть, после Лагерфельда. Вот это то самое знаменитое уравнение, одним из выводов которого является вот этот парадокс, ну, там, не парадокс, ситуация кота Шрёдингера. Я сейчас хочу, чтобы вы просто обратили внимание. Сейчас вот. А. Вот. Виден ли курсор? Вот. Я хочу, чтобы вы обратили внимание вот на этот символ. Это перевернутый треугольник. Это один из, скажем так, букв. Ну, скорее, это таких... Если каждый символ — это иероглиф, то это вот такое вот смысловое морфема языка математики. Я просто хочу, чтобы вы сейчас обратили внимание. Мы к нему еще вернемся. Называется это символ набла в математике. Ну, или, соответственно, в физике. Так вот... Прошу прощения. Так вот, математика чем-то похожа еще на естественные языки, что как у естественных языков есть своя языковая картина мира... Да, помните эту историю про, там, 50 или 20 названий цвета у снега, который потом, как я понимаю, все-таки оказалось не вполне правильной. Ну, вот, там, классическая картинка. Не знаю, мы с женой как-то часто иногда спорим по поводу цветов. Кто какой видит. Да, и там есть какой-то мужской взгляд на цвета, да, что они такие все немножко смешанные. Есть взгляд женский. И значит ли это, что мужчины, они не различают многих цветов. Но в действительности, смотрите, вот снег снегом... Была история несколько лет назад. Есть такой народ Хадза в Танзании. И с ними просто проводили такой эксперимент. Им показывали карточки разных цветов и просили назвать эти цвета. Так вот, оказалось, что, в общем-то, чаще всего жители, представители этой народности, они называют только три цвета. Белый, черный и красный. Ну, вот я себе попытался представить, как они это видят. Хотя, надо понимать, что они, конечно, отличают все цвета. Они не видят мир трехцветного. Они видят и зеленый, они видят и желтый. Но им не нужно слово «желтый». Ну, вот, не нужно. И даже слово «зеленый» им особо не нужно, хотя, пожалуйста, у них есть вполне себе зеленая растительность. То есть есть некая характерная языковая картина мира. Математика тоже формирует некую свою математическую языковую картину мира. И она хороша тем, чем это удобно для физики, что эта картина нам представляется более-менее универсальной. Она представляется нам настолько универсальной, что когда, например, мы пытаемся общаться с неземными цивилизациями, которые, может быть, и есть, о которых, может быть, и нет, но было несколько проектов про посылки сигналов неземным цивилизациям, вот это вот одно из сообщений. То есть представьте себе, что вы внеземная цивилизация, и вам приходит вот такая картинка. Нет, я честно проводил эксперименты с аудиторией, я показывал вот эту картинку. Значит, этот проект был Cosmic Call. Это наш российский, отечественный проект. Вот таких картинок, по-моему, было 128. Они были посланы, по-моему, с их батарейской антенны. Я честно проделал эксперимент, показывал картинку широкой аудитории, и просил расшифровать. То есть вы понимаете, что здесь хочет вам сказать далекая цивилизация. Так вот, оказалось, понимают. То есть через там где-то 10-15 минут, ну, конечно, с некими наводящими вопросами, это становится понятно. Это заголовочная слайд, картинка, что здесь, о чем мы здесь говорим. Ну, во-первых, это числа. Вот вначале мы говорим о десятичной системе исчисления. Вот здесь вот, сейчас, как это там. Давайте вот так вот. Сейчас курсор виден? Вот. Вот это двоичные числа, вот здесь вот крестики и плюсики. Это, соответственно, как нули и единицы. Это знак равно. Это унарная система исчисления. Сколько квадратиков? Там два квадратика, четыре, шесть и так далее. Это их обозначение. Они такие страшные, географические. Честно, я не знаю почему, но я догадываюсь, почему при передаче радиосигнала, все передавалось в радиодиапазоне, хотелось бы сформировать такой образ, который после добавления шумов, при распространении там межзвездной среды, при шумах приемника и источника, как-то хотя бы не очень сильно деформировались. Их можно было бы отличить друг от друга. Так вот, есть базовые числа. Мы показываем, что у нас система исчисления позиционной. И дальше вот в этом тексте у нас будет позиционная система исчисления. А вот внизу вот эти вот ребята, ну, как вы понимаете, это тоже некоторый набор чисел. Вот если бы вы хотели что-то сказать, что вы хотите сказать неземной цивилизации, что, ребята, я умный, я тоже разум. То есть вот я земной, но я разум. Вот что бы вы сказали числами? Какие бы числа вы выбрали? Какие числа важны? Простые числа, совершенно верно. То есть вот это вот внизу, это первые несколько простых чисел нашей десятиточной позиционной системы исчисления. А вот это вот самая, конечно, такая странная вещь. Это самое большое на тот момент известное простое число, одно из так называемых чисел Мэрсона. Вот у нас оно записывается вот так вот. Два в степени и минус один. Но вот у нас есть некое правило описания степени, которое здесь не введено. Но в любом случае... И, кстати, вот весь такой подход, он был придуман не тогда, еще вот знаменитое послание Ресиба 1974 года. Оно тоже начиналось с перечисления первых десяти чисел, и потом там шло числами закодированные основные химические элементы, из которых состоит наша жизнь, и, по-моему, основные аминокислоты. Чем это замечательно? То есть это язык... Вот у вас есть послание, у вас есть текст. Вы в самом же тексте можете сформировать правила его чтения. Вы можете сформировать правила того языка, на котором этот текст записан. Что кажется достаточно интересным. И то есть математика, она оказывается действительно более-менее универсальным языком. Мне вот всегда нравились вот эти вот замечательные... Ну, назовем их математическими стихами, но, конечно, не математические. Понятно, что математика не может претендовать на монополию в числительных. Но, мне кажется, и лингвистика не может претендовать на монополию в числительных. То есть вот эти вот, с позволения, скажем, стихи, они... Это результат жизни математики или это литература, или это филология? Вот моя гипотеза... Не знаю, вот мне нравится эта мысль. Может быть, сейчас мы с вами как-то поспорим, обсудим. Математика — это, в общем-то, такое же явление наше, проявление нашей цивилизации, как и, скажем, литература. И в этом смысле математика, особенно математика как язык, она является в какой-то степени гуманитарной дисциплиной. Изучение математики, как изучение языка, очень похоже на некую гуманитарную деятельность. И вот одним из очень простых, конечно, таких примитивных примеров такой гуманитарной деятельности может являться вот пример такие стихи. Замечательно, что их совершенно не надо переводить на другие языки. Вот как они есть, вот так вот их можно ставить. Но в то же момент, в то же время они на самом деле абсолютно непереводимы. Потому что на любом другом языке, если вы будете просто читать эти числа, они будут, во-первых, по-другому звучать, там просто пропадет рифма, исчезнет смысл. Да, вот Пушкин, он уже просто не будет чувствоваться. Его, в принципе, уже здесь не будет, не говоря. Ну, не знаю, вот веселый стих, может быть, останется. Чисто по ритмике. То есть здесь все-таки есть свои тонкости по ее универсальности. Но немножко забегая вперед, вот там на доске написано некое объявление о том, что через неделю здесь начнется курс, посвященный математике, физике, который Сергей Борисович Попов и ваш покорный слуга будут каждую неделю по средам читать. Вот я в своей части, в рамках этого курса, я еще коснусь вот этой универсальности математики чуть подробнее. Сейчас просто не хочу забегать, а так приходить буду очень рад. Ну, вот все-таки тогда получаются тексты и числа, литература и математика. Когда математика формировалась, именно математика как язык, она, в общем-то, не была еще отделена от языка естественного. И, в общем-то, мы все помним, что числа еще в старых славянских языках обозначались буквами. Вот там, скажем, Древний Египет. Система древнеегипетских иероглифов, которые несут одновременно и математический смысл, и текстовый. То есть его можно было прочитать как текст, можно было прочитать как уравнение. Вот сейчас мы записали это вот так вот. Внизу написано сейчас чисто математическое уравнение. Нигде, кроме как там в учебнике математики и физики, вы сейчас такое уравнение не встретите. Вы не встретите это там, не знаю, в объявлении на Авито о продаже чего-то. Хотя, кто его знает. Вот это чисто математический смысл. Но можно ли было остаться, то есть убрать какие-то сложные формулы, убрать синус, убрать прямоугольные треугольники, убрать вот этот вот там оператор Набло уравнение Шрёдингера и продолжать описывать мир просто в рамках естественного языка? Наверное, да. Но посмотрите, как бы это выглядело. Вот если бы мы с вами были учениками такого древнеегипетской школы, у них тоже были задачники, в том числе по математике. Вот есть, например, такой знаменитый берлинский математический папирус. По сути, это просто задачник. И вот там есть одна из задач о разделе двух полей. Прямоугольное поле, которое, видим, надо было разделить между двумя будущими владельцами. Известно, что длина поля одной стороны 10, в данном случае локтей. И в соответствии с некоторым правилом его надо разделить. То есть нужно рассчитать длины сторон каждого из двух полей. Но я не буду зачитывать условия задачи. Суть ее, в общем-то, понятна. Как ее предлагалось решать в древнем Египте средствами обычного языка. В несколько действий. Пусть сторона первого поля один локоть. Хорошо. Тогда сторона второго, одна вторая плюс одна четвертая. Египтяне не знали, что такое три четверти. Они знали, что такое одна вторая. Они знали, что такое одна четвертая. И у них еще был такой единый объект. Одна вторая плюс одна четвертая. Например. То есть вы, древний египтянин, вы мыслите именно вот так вот. Площадь первого вы знаете. Площадь второго вычисляется. Это все вы делаете в уме. Ну или там при помощи бумажки. Вычисляется вот таким вот образом. То есть это не просто четвертая операция. это 400 с подоперациями, потом еще есть площадь всего поля в этом варианте. Она записывается единица плюс одна, вторая, одна, шестнадцатая, опять же, вот именно как один такой единый целостный объект. И вот в конце концов к седьмой, восьмой операции и после скольких там трех слайдов вы подходите к ответу. Сегодня решение этой задачи записывается вот так. Оно записывается вот в одной вот этой короткой рамочке. Это просто решение системы двух уравнений, достаточно простое, на уровне седьмого класса средней школы. То есть это лаконичнее, это проще, это быстрее. Математика это не просто какой-то универсальный язык, на котором удобно что-то описывать. Математика это язык, на котором удобно рассуждать о том, что мы описываем, удобно делать выводы и при этом быть уверенным, что наши выводы будут правильные. Что если х плюс 2 равно 3, то х равно единице. Вот это просто получается автоматически. Можно не выкладывать там какое-то количество яблок, там здесь два яблока, здесь одно, да, сколько нужно добавить яблок, чтобы получилось 3, а вот к одному нужно добавить там два яблока. Вот есть просто уже готовый рецепт, который позволяет это сделать. То есть это еще и удобно для рассуждений, для делания выводов. Ну вот про выводы. Смотрите, я сейчас все говорю, что математика это язык, математика это язык. С точки зрения естества испытателя, да, но при этом математика, то есть если сказать математику, что это язык, я один раз попробовал, в меня чуть ножик не полетел, ну потому что это было просто на посиделках на кухне. Ну понятно, что все это было так в шутку. Математика это наука. Это такая замечательная, целостная наука о прекрасном. Но вот здесь вот, если что, я боюсь ошибиться, но вот как я себе представляю с точки зрения математика, само занятие математикой, сами математические выводы, они являются целью, они являются вещью в себе. И математики, в отличие от физиков, они могут позволить себе немножко оторваться от существующего мира. И, например, вот левый портрет, это Герман Вейль. Вообще он не только математик был, он еще и был физиком. Но это человек, который сформулировал, например, систему аксиома Вейля. Это одна из основополагающих систем аксиома, которая сегодня используется для построения векторного анализа, одной из фундаментальных составляющих современной математики. То есть мы не говорим, что вот там, допустим, у нас есть числа, у нас есть вектора, да, и вектора вот можно складывать так, что A плюс B равно B плюс A. Мы это не то, чтобы откуда-то взяли. Мы приходим и говорим, что давайте договоримся, что у нас есть вектора, и вот их так можно складывать. Вот давайте жить по таким правилам и посмотрим, что будет. И в результате оказывается, что из этого следует большое количество разных выводов, из этого следует эвклидовая геометрия. В частности, следует утверждение, 5-й постулат из 5-й аксиомы Евклида, что параллельные прямые не пересекаются. Хорошо, сказал Николай Лобачевский, а если пересекаются? Да не вопрос. Но если пересекаются, будет другая геометрия. Это будет геометрия отрицательной кривизны, которую он построил. Можно построить геометрию положительной кривизны, где параллельных прямых, по-моему, может быть, бесконечно много. Но когда мы говорим о физике, когда мы эту математику переносим в физику, мы отталкиваемся не сколько от аксиом, сколько от постулатов. Разница между аксиомами и постулатами, как я это себе понимаю, может быть, вы меня подправите, аксиомы, они не то, что не требуют доказательств, их бессмысленно доказывать. Это утверждение, которое это вот, меня родители назвали Антоном, бессмысленно спорить о том, как меня зовут на самом деле. Все, меня назвали, все, конец. Вот. Постулаты, они берутся все-таки из внешнего мира, они все-таки так или иначе соотносятся с реальностью, соотносятся с экспериментом. Их имеет смысл обосновывать экспериментально. И в рамках одного мира, в рамках одной физики, в принципе, постулаты можно менять. Вот есть знаменитые два постулата специальной теории относительности Эйнштейна, которые, кстати, заметьте, сформулированы не на математическом языке, они всегда формулируются на обычном языке. На русском, на немецком, на английском. Но, как оказывается, например, можно попытаться нарушить второй постулат, то есть немножко его поменять, сделать так, чтобы он не работал, и посмотреть, а можно ли построить физику, которая также хорошо описывает экспериментальные данные. И вроде как получается, что да, это можно сделать. Это вот в чем отличие между математикой и физикой. Ну и в конце я хочу вернуться к этому оператору НАБЛА. Значит, это операторы с дифференциальной геометрией. Есть такой раздел математики, дифференциальная геометрия. Оператор НАБЛА — это вот это вектор. Выглядит он вот таким вот образом. Там есть базовые вектора, есть операторы по частной производной, по координатам. Не пытайтесь, если кому-то сложно, не пытайтесь, это неважно совершенно это понимать. Я о чем хочу сказать. Вот при помощи этого треугольника со стрелочкой можно написать вот такое вот выражение. И вот эта вот фраза, эта фраза, написанная на математическом языке, на русский язык, она переводится таким образом. В природе, ну хорошо, в той системе, где верно вот это утверждение, отсутствуют магнитные заряды, отсутствуют магнитные монополии. То есть вот вы знаете, что если у вас есть магнит с северным полюсом, с южным полюсом, если вы его разорвете, у вас не останется два магнита, один в руке северный, другой южный. Каждый из них тоже будет иметь по два полюса. То есть, если возможно, с электрическими зарядами вот такая вот ситуация, когда у вас есть там положительный заряд, отрицательный, и силовые линии, неважно, что это, но силовые линии, там линии поля, они либо начинаются, либо заканчиваются на этих зарядах, то с магнитными зарядами то же самое невозможно. Вот все вот это, то, что я сейчас объяснил, все заключается вот в этой одной единственной фразе. Математика — очень лаконичный язык. То есть это универсальный, она удобна для рассуждения, и она при этом еще достаточно лаконична. Но, опять же, из-за своей универсальности представьте себе ситуацию, что у вас засорилась раковина. К вам пришел сантехник с математическим образованием, и вы хотите ему рассказать, что у вас засорилась раковина. Вы можете просто сказать, что скалярное произведение вектора набла на поле скоростей воды в раковине равно нулю, и с этим надо что-то делать. Если оно не равно нулю, это означает, что у вас есть какой-то сток, и он работает. И тогда, если я не ошибаюсь, здесь скалярное произведение будет отрицательным. Да, Сергей Борисович? Вот. Оно будет отрицательным, если оно положительное, но положительное это уже ой, значит, у вас что-то фонтанирует, тогда все не работает уже вдвойне. То есть ничто не мешает иногда переходить, вот так же, как я сейчас перешел вначале на испанский, на английский, ничто не мешает, в принципе, иногда переходить на математический, хотя не все понятия из естественного языка легко переводятся на язык математики и наоборот. Так же, как не все понятия, скажем, с русского языка, вы легко переведете на английский. Вот, не знаю, есть классическая вот эта вещь, то, что как перевести слово «почемучка». Я это знаю так, как непереводимое слово. Может быть, есть какой-то перевод. Вот. Там аналогично можно придумать из английского. Вот мне нравится слово «едютеймент». Это то, чем мы сейчас с вами здесь занимаемся. То есть это такое скрещивание «education» и «entertainment», то есть образование и развлечение. Вот. Как это перевести на русский, я тоже не знаю. Так вот. Вот этот вектор набор, почему я так еще о нем говорю, о нем говорю, есть вот такая команда, научно-технический рэп. Это группа современная. У них даже нет страниц в Википедии, во всяком случае, я не нашел. Поэтому вот то немногое, что я про них нашел, там фотографии именно участников. Смотрите. Вот есть шансон. Люди со знанием дела пишут о криминале и поют. Вот здесь люди со знанием дела пишут и поют о математике. То есть какие-то математические там составляющие, тот же самый вектор набла, становятся, они включаются, вот скажем так, в культурную традицию людей, которые с ней говорят, с ней работают, и она и становится частью там текстов, частью песен. Это вот еще раз я хочу высказать гипотезу о том, что математика, математическое описание природы, математический язык в каком-то смысле также является и гуманитарной дисциплиной тоже, и работа с ней, в общем-то, близка к гуманитарному знанию. И вот, не знаю, я могу, я хотел вам просто показать один трек, собственно, посвященный этому вектору набла, группы НТР. Я могу его запустить сейчас, или когда уже все будем расходиться, я его под финал пущу. Как лучше сделать? Где Алексей? Сейчас. Сейчас. Сегодня в операторе набла мы толкаем речь, как им воспользоваться и мозг себе решительно не сжечь. Очень просто, вектор набла не сложнее парной стойки, собирается на раз без единичных векторов в тройке. А сейчас, check it out или внимание, ребята, операторы частных производных по координатам, и есть координаты этого странного вектора. Once again, motherfuckers, повторяем слова лектора. ДПДХИ плюс ДПДК плюс ДПДЗЁ Сейчас истина настает. ДПДХИ плюс ДПДК плюс ДПДЗЁ Кто не понял, тот сейчас поймет. ДПДХИ плюс ДПДК плюс ДПДЗЁ Зачет сам себя не сдает. ДПДХИ плюс ДПДК плюс ДПДЗЁ Капидру тащит, тащит и прет. Ротор с дивергенцией, теперь как Тор день рождения. Ротор А — это векторная наблана произведения. Дивергенция — это наблана произведения. Скалярные, элементарными становятся. Вычисления мегазапарные. Имеющие зрение, да раскроют глаза свои. Это просто дипароноды А и ПТЦ. Я понимаю, что это звучит как некая положенная на музыку шпаргалка. Это просто один из примеров от того, что пишут эти ребята. Если вы послушаете их треки, вы услышите, что там на самом деле больше рефлексии. Это именно стихи, это именно музыка. Хотя, да, некоторые они похожи на положенную на музыку шпаргалку. Вот у меня, пожалуй, на этом все. Спасибо. Благодарим Антона за выступление. Я думаю, сначала, опять же, если есть вопросы и реплики по поводу выступления Антона у участников и авторов, а потом уже перейдем к вопросам из зала. У меня, конечно, есть что сказать на эти темы. Я постараюсь сформулировать вопрос так, чтобы на него легко было ответить, потому что мне кажется, что вы подошли, просто не стали об этом много говорить. Смотрите, вы говорите, математика – это язык. Но математика, кроме того, что это язык, это еще наука. Вот тут надо, мне кажется, очень развести эти две вещи и сказать, что математика, безусловно, она является языком, но не только языком. Потому что, смотрите, когда вы сами сказали, из того, что мы видим, что х плюс 2 будет 3, из этого непосредственно следует, что х равно 1. Язык так не работает. Язык – очень конформная штука. На языке можно сказать, смотрите, русский язык. Вот русский язык – это действительно язык. На нем я могу сказать дважды 2, 4. Я могу сказать дважды 2, 5. Я могу сказать дважды 2, 7. Или дважды 2, стеариновая свечка, как это было у Тургенева. Язык позволяет сказать неправильную вещь. Математика не позволяет сказать неправильную вещь. Поэтому нельзя сказать, что математика – только язык. Вот что я хотела сказать вам. То есть в математике не может быть ложных утверждений. Может быть, но сама математика будет с ними бороться. Вы можете сказать дважды 2, 5. Это будет математическое утверждение. Но с другой стороны, сама математика учит, что дважды 2, 4. Поэтому она больше, чем язык. Она содержание языка. Сам язык, русский язык, не несет в себе содержание. Язык – средство. А математика несет в себе содержание. Поэтому она не только язык. Да, я понимаю. Хотя вот здесь сразу вспоминается теорема Геоделя. Если у нас математика аксиоматическая, мы знаем, что в любом аксиоматической системе существует утверждение ложности или справедливости, которых доказать нельзя внутри себя. Но да, я понимаю. В принципе, пожалуй, я согласен. Вот я хотела как раз немножко отойти к своей теме. Вот этими всеми вопросами мы занимаемся, как философы математики занимаются. Поэтому кому интересно, тот вот и следите за работами нашего семинара. Я воспользуюсь случаем и все-таки сразу возражу Елене. А потом спрошу всех. То есть на самом деле язык все-таки, как сказать, но он тоже пытается, да. Вот Гасан Гусейнов попытался объяснить, что нельзя говорить таким языком, как пишут некоторые наши СМИ, да. И ему немедленно прилетело за это. Так что, в принципе, просто они применяются в разных областях. Поэтому, условно говоря, я не знаю, какая-нибудь там налоговая служба тоже следит, чтобы математикой пользовались правильно, чтобы одно плюс другое получалось. Вот это что надо, получается. Просто вопрос в применении. Поэтому я думаю, что язык в норме тоже такая самая... Не только саморазвивающаяся, как математика, но и самая, как сказать, невосстанавливающаяся. В общем, штука со своей иммунной системой какой-то. А я хотел спросить про другой, наверное, всех. Вот что часто людей смущает, когда мы перескакиваем, ну, условно, там от науки к искусству и философии и обратно. То есть все-таки... Я это все под запись говорю ужасно, да? Хочется сказать, что Шансон лучше, чем этот трек. Потому что, на самом деле, если мы говорим, что это не просто там рифмованный текст под музыку, да, тогда этот трек гораздо лучше, чем Шансон. Но Шансон — это не инструкция по тому, как ограбить чего-нибудь. То есть все-таки это говорит условно. Пусть плохо говорит, пусть как-то там о чувствах людей, которые это делали или с которыми это делали. Там зависит тот, кто лирический герой. То есть хочется сказать, что вот у этих разных областей деятельности разные задачи. И меня беспокоит то, что происходит вот именно перескакивание, когда на самом деле подменяется задача. То есть вот что мне не нравится в половине сайенс-арта? Это и не сайенс, и не арт, как правило. То есть как сайенс это ничего не объясняет, а как арт, ну, как правило, есть гораздо лучший арт. И лучше сходить просто на выставку, чем на выставку сайенс-арта. Зачастую. Не сто процентов, но часто так бывает. И то же самое происходит со всем остальным. То есть когда я писал книжку, мне было очень страшно, что из-за меня это совершенно примитивная и бестолковая философия. И на самом деле это, как сказать, если астрофизика начинает что-то писать без формы, то это выглядит как философия. На самом деле философия гораздо совсем про другое. Вот. То есть вам не кажется, что при взаимодействии всех вот этих разных кусочков друг с другом, при реализации каких-то проектов, очень часто происходит до некой степени профанация, потому что и оттуда, и оттуда берется что-то не основное, и в итоге мы получаем, ну, скорее развлекательный продукт. Вот что я хочу сказать. То есть когда вы берете условно искусство и науку, делаете сайенс-арта, вы получаете не научно-культурный проект, скажем так, а получаете развлекательный проект. И то же самое со всем остальным. Если очень часто, на мой взгляд, если брать науку, философию, философию искусства, то на выходе получается вообще развлекательный проект. Просто для разных людей, разного типа. Но в том смысле, что ни одной из этих областей не дает ничего нового. Вот на мой взгляд, насколько это серьезная опасность, или я ее придумываю? Большое спасибо вам. Действительно, вы очень правильно, формулируете насчет особенности любого знания, которое рождается на границе наук. Оно действительно всегда в опасности примитивизации и, ну, вот того, что вы сказали, что это и не сайенс, и не арт. Что касается философии, философия науки – это и не наука, и не философия как таковая. Это действительно всегда очень опасно. И с этим приходится жить. Поскольку я занимаюсь философией математики, я тоже замечаю, что люди, которые приходят к нам заниматься философией математики, в сущности, говорят достаточно, очень часто говорят, ничего нового не говорят, ни для математики, ни для философии. Это есть такое. Поэтому тут можно только согласиться. Но, с другой стороны, мы… Тут что я хочу сказать? Ну, в какой-то степени я привыкла к некоторому смирению в этом плане. Ну, да, да, мы пока не гегели, мы, в общем, не гении, но мы делаем что-то для себя, и заодно приходится… Заодно это помогает и кому-то из окружающих, потому что мысли, когда у нас они рождаются, они не обязательно будут какими-то гениальными мыслями, и они не обязательно будут обогащать какую-то вот гуру, которая так вот стоит. Но они… Всё равно они рождаются, эти мысли. Всё равно математик, математики, которые приходят говорить о философии, им хочется говорить об этом. Пусть они не скажут, да, ничего особенного… Не для математики они точно ничего не скажут, они для себя скажут, но это полезно, всё равно это само хочет родиться, и интерес людей к этому есть. Поэтому в плане философии я думаю, что ничего страшного, ничего страшного, что это выглядит просто. Пусть это будет просто, это всё равно нужно. Про арт я ничего не говорю, про арт тут мне показалась очень смешная вещица, поэтому интертеймент, она и должна быть такая. Тут я ничего не могу сказать. А вот про философию это я точно могу сказать. Она действительно достаточно простая, философия науки, она не такая изощрённая, как многие другие виды философии, но она тоже нужна. Вот что я хотела бы сказать. Ну, сначала по поводу интерьера, я сказал, что конкретно вот этот трек, да, он не похож на рефлексию, потому что, да, задача искусства — это всё-таки рефлексия, в этом смысле шансон — это рефлексия. Наверное, можно было подобрать другой трек той же самой команды, у них есть такие рефлексивные тексты, которые вот не ставят перед собой задачу рассказать студентам перед зачётом о том, как же правильно пользоваться вектором на поле. Ну, во всяком случае, не ставят в первую очередь эту задачу, во всяком случае, не так явно. Ну, вот что касается совмещения сайенс и арт. Почему сайенс-арт должен быть либо артом, либо сайенс? То есть вот они совмещаются, они порождают некую сущность, которой до этого не существовало. Да, вот там телефон с камерой в 11 мегапикселей. Это фотоаппарат или это телефон? Что это? Это хорошо, там это и другое. Вот, нет, это не очень хорошо там для фотоаппаратов, наверное, потому что там можно купить хороший фотоаппарат с более лучшим качеством. И можно было бы сделать там более дешевле телефон, потому что эта камера с хорошим качеством, она там удорожает его там, не знаю, на 20-30 процентов, например. И тогда там охват был бы аудитории покупателей больше. На самом деле у меня нет хорошего ответа. Я бы сказал, на мой взгляд, я бы сказал так, что, окей, у нас есть две области, которые раньше не пересекались. Сейчас они пересекаются. Сейчас, да, они по большей части порождают такой развлекательный контент. Они, с одной стороны, людей, которые себя называют людьми искусства, заставляют как-то думать о науке, может быть, научными методами. С другой стороны, людей науки как-то ведут на те же самые выставки. Почему нет? Ну, условно, людей науки. Условно, технореи и гуманитариев. Вот мне не очень нравится это разделение, но вот условно. Останется ли это развлечением, или это все-таки превратится во что-то совершенно отдельное? Я не знаю. Может быть, останется развлечением. Но науках уже от этого, я думаю, не будет. Она, может быть, не станет лучше. Хотя тоже вот не уверен. Мне, как ни странно, сейчас такой будет камин-аут, мне нравятся британские ученые. Сейчас объясню, к чему. Потому что вот меня лично прикалывает, когда люди идут, не знаю, в магазин, смотрят, не знаю, на яблоки, да, там на их цвет, и делают исследование, где там при помощи спектроскопии чуть ли там не ядерно-магнитного резонанса выбирают самое идеальное яблоко. То есть они применяют хорошо сделанный, отработанный научный метод, научный метод, которым, в общем-то, нигде не учат, которым, к сожалению, не так много, может быть, жителей нашей планеты владеют вообще в принципе вот для решения бытовых проблем и решают бытовую проблему. То есть научный метод, научный способ познания вообще взаимодействия с миром, он становится бытовым. И мне кажется, это здорово, ну, как для человека от естественной науки. Вот. И если вот этот science-art это лишний способ сделать научный метод бытовым, да, десакрализировать его, да, решать при помощи его задачи, там, о варке макарон. И мы знаем, что такие задачи решаются. Там вот есть такой человек, Андрей Варламов, он работает в Италии, у него есть замечательные там лекции и книжки, посвященные там физике на кухне. И он просто строго научным методом доказывал, сколько нужно варить макарон и как время варки зависит от диаметра макарон. И даже есть какая-то своя теория. Вот. Это красиво. И это позволяет делать научный метод чем-то, ну, не чем-то ради чего нужно выходить на улицу, там, в храм науки и там приносить его жертвы, а чем-то, что висит у вас дома на полке, там, между солью и перцем. Почему нет? Вот такая у меня мысль. Можно попробовать ответить тоже? Если говорить про сайенс-арт, я думаю, что из тех трех примеров, которые я привела, современных художников, собственно, сайенс-артом является только Сарацена в каком-то смысле, потому что только его проекты пытаются, проводят исследования и доказывают что-то, да, не доказывают, но проводят исследования. Ни Марика Мори, ни Карстен Николай не проводят исследования, они занимаются визуализацией, ну, или какими-то там салундизацией, да, они занимаются, собственно говоря, исследовательской работой. Это разные вещи. И в этом смысле, мне кажется, что объединение, может быть, это моя ошибка. Я, собственно, не говорила, что я буду говорить о сайенс-арте. Вообще никто из них не относится к сайенс-арту на самом деле. Вот. То, что, как бы, ну, опять-таки, мне кажется, что то, что все, что они делают, мне, например, очень интересно. Я понимаю, что, как бы, и мне кажется, что то, что у Сарацена его исследование гравитации оказывается социологическим, это дико интересно. И что это, может быть, в других, как бы, научном пространстве не произошло бы. Вот. И я бы не сказал, как бы, ну, о таком принципиальном различии. Там бывает санкции, бывает, может быть, действительно, кому-то нравится другое искусство, но на то оно и искусство, чтобы нравится или не нравится. Я не знаю, бывает наука, которая кому-то больше нравится, а кому-то меньше нравится. Вот эта формула красивая, а вот эта не особо. Вот. И по поводу, собственно говоря, этого рыбчика, который вы показали, мне тоже кажется, что это не имеет никакого... Это очень забавно. У вас очень правильное определение, что это для того, что это шпаргалка, чтобы учить. Я думаю, что таким же образом в XIX веке, даже раньше, в средневековых университетах студенты латынь учили или осмеивали. Вот. Если бы были ученые, которые смогли бы вывести математическое доказательство, читая формулы рэпом, потому что чтение формулы рэпом заставляет по-другому воспринимать формулу, это было бы очень круто. Но пока такого нет. Поэтому пока что это, видимо, не Саинс. Простите, вклюнись, я знал человека, который написал диссектацию белым стихом. Еще одна, это скорее как бы к вам реплика такая, задним умом, насчет того, что может ли язык быть собственным содержанием, и может ли существовать ли язык, который не позволяет неправильного заключения. это еще как бы сюжет, связанный со всеми искусственными языками, да, вот идеально логичный какой-нибудь язык асперанта. Может же быть язык, который является собственным содержанием в силу своей, так сказать, логической непогрежимости, но я, опять-таки, не настолько филолог, чтобы залезать в эти дебри. Спасибо. Я пока не забыл, я хочу сказать, что на многие языки почему-то прекрасно переводятся. Какой-нибудь Пуркуали Перкелло просто можно двух персонажей делать. Я не разобрал, извини, можно еще раз? Перкелло, Перке это потому что, да, и Пуркуаль, как бы понятно. Вот. А про Science Art я вот хотел уточнить тогда, просто, видимо, я действительно неправильно понимаю, я подозреваю, что я такой не один, а нас много, нас миллионы. То есть, если Science Art определяет действительно как вот нечто, что сопровождалось таким исследованием, по сути, у Ростана есть замечательный пример настоящего такого Science Art с вот этими улитками восхитительными, то это здорово и хорошо. И это вот ровно не про то. Я скорее действительно про вот эти визуализации, то есть, когда там вот какая-то штука подключена к нейтринному детектору, то есть, это выглядит очень, то есть, мне кажется, что это действительно выглядит всегда очень надуманно, и мне кажется, что это происходит, потому что есть такая условно вызывающая большой интерес тематика, да, когда у нас есть какой-то, не знаю, арт-объект, рассмотрим отдельно как арт-объект, и есть полное ощущение, что художественник понимает, что как арт-объект, он не вызывает большого интереса, если мы его сейчас как-нибудь интересно назовем, то это сразу все изменит. Причем название может быть сколько угодно случайным, ну, а его можно подключать в разные розетки. Простой пример, когда люди заходят в этот корабль и что-то подключают к мозгу, с таким же успехом эту штуку можно было подключить к кишечнику, но у людей не очень вызывает, как-то не очень возбуждает высокие чувства, если считывающую аппаратуру подключат к кишечнику. Картинки будут ничуть не хуже, я уверен. И с точки, более того, интересно, конечно, подключать как-то вот к тому и к другому и пытаться предлагать выбрать, что больше нравится, я не думаю, что выберут обязательно мозг. И в этом отношении мне кажется, что, безусловно, я не хочу бросать тень на какое-то большое направление в целом. Просто вот именно вопрос содержался в том, вот есть ли, на ваш взгляд, я по-другому задам вопрос, достаточно ли велика вот и там, и там, и там роль вот именно такого спекулятивного использования популярности тематики. Вот даже с этим примером британских ученых, я вот, например, ровно не согласен. Я считаю, что это именно такая вот профанация знания, которая, мы знаем, с чем она связана. Мы знаем, что, да, ученым нужно выходить на улицу, но по другой причине. То есть это все очень сильно завязано на сложное социальное взаимодействие. И может быть, это правильно вот с этой большой точки зрения, что, да, нам приходится это делать, но выглядит это все равно как эта странная движуха станцует свою диссертацию. Это очень странно. Диссертация точно от этого лучше не становится. И не очень понятно, зачем ее танцевать. То есть вот я все-таки хотел, переформулировав вопрос, сейчас его задать. Вот на ваш взгляд, достаточно ли, ну, насколько опасна вот роль этих таких спекулятивных использований тематики, которые вот там-там-там популярны. Даже не обязательно в связи с наукой, с чем угодно. Вот достаточно часто люди начинают на этом спекулировать, поскольку есть тема гораздо более популярная, чем наука. И вот это является, я почему это спрашиваю, это все равно связано с проблемой взаимодействия разных областей культуры. Ну, вот условно мы делим сейчас на такую философию, там, я не знаю, естественной науки и искусства, да. И видно, что есть тенденция, вот этим есть мутная тема, люди туда бросаются. Синтез всегда, он проще тем, что вы синтез, если вы делаете вот там относительно первый раз, вы можете делать по верхам. Ничего не мешает взять там, насыпать в мороженое каенского перца и сказать, что это новое блюдо. гораздо труднее там добиться чего-то другого. То есть можно необычное, вот что-то такое необычное, его делать просто, потому что его просто там механически объединять, делать химеру такую. Вот, на мой взгляд, такие действия, они мешают взаимодействию, потому что они вызывают у части и там, и там отталкивание очень сильное. и в итоге это препятствует какому-то более осознанному проникновению. Вот это, на ваш взгляд, является проблемой или нет? Знаете, я немножко по-другому отвечу, а почему мы вообще думаем, что эти области такие разделенные науки, философства, не искусства? Может быть, художники подобные Марико Мори, например, стремятся вернуться в те времена и в те эпохи, когда эти виды деятельности не были разделены? И когда она ссылается на Стоунхенш, вот Стоунхенш это что? Это нау или египетские пирамиды? Это плод чего? Науки или искусства или архитектуры? Я думаю, что у многих, если там я уже упоминала, у нас есть Леонардо да Винчи, который тоже непонятно, художник или ученый. Я думаю, что многие художники, которые занимаются сегодня, не претендуя опять-таки на то, Марико Мори и не претендует на открытие. Но то, что она делает в этом, как мне кажется, есть некая ностальгия по тем временам, когда искусство и исследование, когда все эти ныне разведенные, разъединенные области человеческой деятельности были едиными, были связаны с процедурой постижения исследования и объяснения мира. Сегодня, наверное, действительно возможно только ностальгия по этому золотому веку. Это один аспект. Второй аспект, связанный как раз со спекулятивностью искусства, которое вторгается на посторонние территории, научная территория, может быть, именно в силу того, что я клинический гуманитарий, меня не напрягает. Наоборот, мне кажется, что это там очень красиво и возвышенно. А меня гораздо больше смущает вторжение искусства на всякие социальные территории, потому что там как-то можно ломать дров. И мне кажется, что и то, и другое связано опять-таки уже может быть с идеологией более новой, с идеологией исторического авангарда, когда искусство, будь это искусство русского авангарда, будь это мандриан, как раз вот это все искусство, которое возникло, в том числе, из изменения искусства, пытающегося осмыслить изменившуюся научную картину мира, это не только математика, это социальные науки, когда искусство поверило в свою возможность изменить мир и построить утопию, это утопическое начало искусства и желание искусства вторгнуться на какие-то соседние территории и как-то их осмыслить, это, я думаю, что это некая тоже такая ностальгия искусства по своей уверенности в возможности изменить мир и по-своему, так сказать, утопическому посылу. Можно я постараюсь коротко ответить? Я понимаю беспокойство я понимаю беспокойство о профанировании во всяком случае науке по искусству мне сложно сказать. На мой взгляд проблема вот как она существует сейчас она не настолько острая, чтобы уже бежать с пилюлями, таблетками, ножиками лечить и резать, не дожидаясь перитонитов. Вот как мне кажется по моим ощущениям. И в то же время наверное, да, я допускаю некую профанацию тоже науки. Главное, чтобы, во-первых, не осталась только она, то есть это какая-то часть, она не должна замещать все с собой. и при том, насколько сложны сейчас современные научные концепции, насколько они сложны, как их много, как они часто появляются, мы не можем о них молчать, мы должны о них говорить, при этом мы должны говорить о них людям, которые очень о них далеки. Мы неизбежно будем профанировать, так же, как мы, в общем-то, немного профанируем математику, когда в первом классе рассказываем про кубики и яблоки. Ну так, до какой-то степени. Вот, в общем, главное, чтобы это не заместило все. Я вижу, что вот там тебе не хватает нормального сайенс-арта, ну вот сейчас есть такой, какой есть, возможно, то есть, и я бы не стал его сейчас отменять, то есть, может быть, он из него потом вырастет что-то нормальное, может быть, я не знаю. Вот, но я бы дал ему возможность пока прорасти, пока, во всяком случае, он пока он не залезает на научные семинары, да, ну вот почему нет. А теперь время вопросов из зала, я думаю, можно не только участникам, но и Растан Сергеем, если им будет адресован вопрос, тоже не откажется ответить. Спасибо большое. Я потрясающе рада тому, что я от Ирины услышала, что искусство опасается вторгаться на какие-то территории. В самом деле, это еще одно общее качество и общая черта с наукой. Вы сказали, что вы боитесь, да, какие-то идти в два... Искусство-то, может, и не боится, но меня некоторые вторжения смущают. Ну, потому что это вообще-то еще одна общая черта с наукой, да, наука не бывает нравственной, безнравственной, да, как мы вот, куда ее вторгаем. Это первая вещь, прошу прощения, замечания. А дальше мне кажется, что очень много в самом деле общего между математикой и философией. Вот вам так не кажется, граждане? Вот формулируются какие-то закономерности, планируется какая-то гипотеза, да, вот строится там какая-то философская модель или математическая модель. Философия это наука? Это сложный вопрос, это рефлексия, да? А математику называют наукой. Почему? Потому что проверяема? Философия тоже проверяема? Сложный вопрос. Тоже очень много общего. мне так кажется. Вот вы бы сформулировали, Елена, что-нибудь общее между математикой и наукой? Безусловно. Философия, мы всегда говорим о том, что философия действительно с математическим рассуждением имеет массу общего. Прежде всего то, что это науки разума. Это в отличие, например, от биологии, которая наблюдает за тем, как устроен мир, как устроено живое существо и физика тоже наблюдают мир. Философия и математика больше рассуждают. Они, конечно, тоже относятся каким-то образом с миром, но уже гораздо более относительно. И они рассуждающие науки, стремящиеся быть логичными, стремящиеся, конечно, математика в большей степени логична, нежели философия. В философии возможны все же разные точки зрения, постоянно разные точки зрения возможны, но действительно имеют массу общего. Конечно, конечно. Здравствуйте, спасибо большое. Я считаю, что математика и искусство это два созависимых языка, которые не могут существовать друг без друга и дополняют друг друга. И когда мы говорим на одном языке и упираемся в стену, то другой язык помогает нам прийти к некому инсайту, озарению. То есть вот мы говорим на математике, например, те же самые сны Менделеева, когда человек осознанно идет каким-то линейным путем и потом бац, он приходит к чему-то совсем другому, вот так вот. Просто я с этим много сталкивалась, потому что муж математика, а я творческий человек, и когда мы говорим оба на разных языках, абсолютно не понимая друг друга, и каким-то фантастическим образом он кричит Эбрика, и я кричу Эбрика, и идем какие-то дела делать при этом. То есть считаю, просто-просто не могут, потому что мы, да, мы выражаемся математику, искусство какими-то значками, материи и прочими вещами, но это языки внутренние. Математика рациональна, слишком рациональна, это язык сознания, а искусство, язык подсознания, язык нашей души, она абсолютно нерациональна. То есть зачем? То есть потребность в эмоциях, потребность в решениях. То есть для меня это как-то так. Спасибо. Скорее вопрос. Значит и реплика, и вопрос у меня. Вы обсуждаете в отношении искусства и математики, но когда искусство рассматриваете музыкальное искусство и возможно какие-то картины, скульптуры, но сейчас наибольший тренд, наибольшие бюджеты идут на другие формы искусства. На современные формы искусства это кино, это компьютерные игры и видеоблогинг. Это ведь тоже искусство. И например в США выходил сериал «Числа», где рассматривались детективные истории, в которых были включены математические какие-то модели. Сериал он выходил в прайм-тайм. Я так понимаю, что АНБ спонсировало этот проект и они решали задачу привлечения кадров в область IT и возможно взаимодействие бизнеса и искусства и математики имеет такую историю. Наверное, нужно думать может быть в таком направлении. и действительно основная вот дети очень сейчас большая такая проблема есть, что обучающиеся отвлекаются на игры, компьютерные игры. Чем игра отличается от математики какой-нибудь кликер тем, что человек кликает и тут же у него бонус. Вот ты чего-то достиг, он что-то получил. Вот мне кажется, что вот этот процесс достижений его может быть можно было тоже привнести в образовательные учреждения. То есть когда человек решает какую-то задачу, он должен не знаю звук в игре он слышит приятный звук какую-то картинку. Вот если бы как-то это все привнести в учебный процесс вот такая вот еще возможно форма взаимодействия математики и искусства. А что вы думаете о таких формах взаимодействия именно таких форм искусства и включении искусства в образование? Ну в школе если ученик правильно решает задачу он получает хорошую оценку это достаточно позитивный подкрепляющий эффект. Но да я согласен что и на самом деле есть очень большое количество корпуса интерактивных обучающих интерактивного обучающего контента сделанный в том числе в форме игры то есть там вот есть такое соединение и искусства там изобразительного в первую очередь искусства и науки и они вместе ищут какие-то образы какие-то способы что-то донести то есть да в общем-то это есть вот и вот спасибо спасибо что вы напомнили про кино я сразу подумал по поводу science арта кино и компьютерные игры где-то лет пять или шесть назад читал статью где люди наконец научились моделировать движение воды ну то есть какой-то бассейн там льется вода это то что иногда появляется в компьютерных играх и это хочется чтобы это моделировалось очень качественно в тех же самых анимационных фильмах то же самое это должно быть естественно вопрос как смоделировать естественно нужно иметь хорошую модель это гидродинамика так вот оказывается хорошей модели не было и в каком-то смысле там искусство прикладное компьютерные игры фильмы создали сформулировали задачу физики сформулировать эту модель эта модель была сделана и наконец вот эта вот естественная водичка она появилась то есть появилась там анимация какого-то бассейна в который там переливается вода вот не является вот это science art здесь обогатился и science и art и продюсер ну с science art я все-таки думаю это лучше у Ирины спросить на мой взгляд это не дотягивает до science art именно по art составляющей я не вижу тут art особо это больше science ну ну и какой-то да все-таки ну ты понимаешь можно дать задание разработать какой-нибудь краситель чтобы вот там джинсы были какие-нибудь еще более синие и необычно синие но это не будет science art с этой точки зрения вроде бы потому что нет art задач на мой взгляд она совершенно утилитарная сделать что-то более представим себе что художнику понадобился такой цвет которого в принципе не было вот ты же рассказывал что художники в общем-то выходят за рамки понимаешь можно же и в обратную сторону перевести если там тебе понадобилось более удобное кресло чтобы сидеть и размышлять то это не такой не мебель science хотя тебе это нужно для размышлений поэтому прикладные вещи они вообще не касаются основной цели действий поэтому это science art я не назвал бы но в принципе конечно интересно что возникают какие-то такие запросы которые приводят к решению интересных задач но как бы не более того не больше чем военная техника и военные нужды двигают науку в качественном смысле в количестве нам меньше но в качестве например то же самое кажется здравствуйте прежде всего хотелось бы поблагодарить и при этом сделать так не в проходном варианте а ну прежде всего наверное представиться меня зовут Михаил я постоянно проживаю в районе города Сиэтл и тут совершенно проездом у нас там есть дектора Лайга в штате но нет Сергея Попова к сожалению которая объясняет как это все работает и мне бы очень хотелось поблагодарить и участников сегодняшней дискуссии и организаторов центра РАШХЭ и других научно-просительских проектов на русском языке которые позволяют как бы мне кажется они расширяют русскоязычную культуру как Сергей говорит в предисловии к своей книге что это не только искусство и музыка так что спасибо большое и также спасибо зрителям которые смотрят и приходят потому что я думаю что без зрителя конечно ничего этого бы не было и также у меня есть такая просьба к зрителям я знаю что организаторы почему-то не очень активно об этом говорят но мне кажется это важно поддерживать такие проекты финансовые если есть такие возможности и это в частности позволит наверное усугубить проблему инфотеймента и чтобы тогда уже можно было думать как это сделать науку и вопрос такой про как раз формулы мира у меня в дипломе написано математик и у меня есть некоторые счеты с формулами в частности Елена говорила про тот момент когда математика из такого логического рассуждения и мы в какой-то момент теряем понимание и конкретный пример в моей жизни и в моем процессе обучения это были дифференциальные уравнения то есть до этого начала анализа геометрии алгебра математика дает кроме того что она дает какие-то знания доказательства она дает какой-то набор навыков то есть мы учимся рассуждать как в математике мы учимся смотреть на как работает мысль людей которые придумали эти все вещи а потом студенты приходят на курс дифференциальных уравнений им говорят вот у нас есть такое уравнение его ответ вот такой думаешь классно как же они до этого додумались очень интересные наверное также описывают физические процессы как люди до этого додумались они говорят ну как берем подставляем ответ уравнение доказано и ну по крайней мере мои воспоминания об этом курсе они вот составляют из более более сложных просто расчетов и подставления ответов в результат и так понимаю что вот есть проблема теперь что это еще дальше идет когда у нас есть да там какой-то искусственный интеллект который генерирует доказательства какого-то факта вот нет этого навыка как бы это не двигает операционный аппарат что ли человека что нам с этим делать просто собириться и понять что это новый новый навык такой общий вопрос и частный вопрос что конкретно произошло в этот момент с дифференциальными уравнениями если у вас есть какая-то история на эту тему вопрос я надеюсь может Сергей что-то может сказать спасибо ну наверное про дифференциальные уравнения я ничего не скажу я не знаю что там у них происходит нового интересного но мне кажется что люди будут пробовать пытаться все равно переформулировать какие-то понятия в понятных им терминах и я могу перевести это в другую плоскость и спросить участников дискуссии и собравшихся есть всякие объяснялки в истории человечества которые вроде бы все объясняют но тем не менее они не соответствуют современному критерию понимания и последний модный очень пример это антропный принцип вот есть огромное количество физиков которые искренне считаю с ними трудно не согласиться я бы сказал можно согласиться что антропный принцип это замечательно это вообще ничего не объясняет то есть это не является каким-то эффективным способом познания это ну в смысле это не инструмент познания это вот какое-то такое постфактум объяснение но вперед не двигает и хотя многие вещи сейчас непонятные в природе хорошо хорошо объясняются плохо сказать наверное принято иллюстрирую принято отмахиваться когда после лекции подходит а почему у нас такие константы ну вот вы знаете там ландшафт теории струн 10500 степени вселенных вот где-то такие а где-то у нас такие все до свидания вот физики страшно недовольны этим объяснением и очень не любят антропный принцип за это и пытаются докопаться до того почему же все-таки так получилось но но возможно что это потребует усилий которые там человеку по крайней мере как он есть недоступны и в этом нет ну было бы в этом нет ничего необычного я бы сказал потому что вряд ли мы уверены в том что мир создан познаваемым для нас и вполне возможно что вот как когда-то вдруг люди сделали там микроскоп телескоп и узнали что есть много всего чего глазом не видно но что тоже надо объяснять что является частью мира то есть человек без усиливающих приборов не способен это сделать или вот Ирина показывала замечательные примеры арт-объектов которые красиво наглядно иллюстрируют огромное количество всего интересного происходящего вокруг того что мы что мы никак не замечаем и нам нужны какие-то специальные устройства для того чтобы это увидеть но вполне возможно что и нашу когнитивную функцию надо как-то внешне усиливать и по всей видимости химии это усилить не получится то есть это надо как-то менять на аппаратном уровне и это можно будет делать или расширением что еще как-то больше нравится или замены ну вот скорее всего это не произойдет в ближайшие лет 50 я думаю но когда-то рано или поздно начнет происходить наверное я в сторону ушел от вашего вопроса прошу прощения спасибо за лекции высказывания за все попробую мысль Сергея возможно как я ее уловил на примере допустим того же рэпа рэп это в общем-то и не музыка это плохая музыка и плохие стихи но почему же это так популярно при этом нет ну в среднем конечно бывает по-другому почему так получается я живу в своем Бирилево и я все жду когда же так случится что проедет мимо машина и оттуда будет звучать классика или джаз то есть вместо вот этого рэпа люди едут и у них Моцарт играет вот интересно так не происходит а почему так не происходит то есть так само по себе никогда не произойдет и дело в том что и у искусства есть свои цели и у науки есть свои цели когда мы делаем нечто искусство и наука значит мы должны смотреть на эти две цели и смотреть как мы к ним ведем то есть если мы берем арт-сайенс который помогает вовлечь людей в науку ну или в искусство соответственно то это здорово если нет то нет почему же у нас происходит рэп то есть почему у нас все время происходит рэп а потому что это общество потребления это то что people have и на автомате человек никогда не будет требовать сложности то есть человека приходится заставлять заниматься наукой или искусством настоящим то есть оно реально деградирует то есть современное искусство это шлак там 99% ровно по этой же причине потому что это то что people have как мы можем этого избежать то есть как вот в этом проблема то есть проблема не в том что плохо соединять искусство и науку а плохо в том что мы отдали развитие общества на стихию то есть вот наше общество развивается стихийно если мы посмотрим вот на эту аудиторию эта аудитория создана ну больше 30 лет назад мы можем увидеть ее состояние а потом мы пойдем с вами в храм Христа Спасителя и увидим как он выглядит да вопрос где больше делают полезного для общества здесь или там вот мне кажется что здесь но при этом эта аудитория выглядит так как она выглядит потому что наше общество развивается стихийно и мы не контролируем его никак развитию. То же самое, что взять реки и не делать на них плотин. Вот нет таких современных рек, на которых нет плотин. Почему? Потому что если у вас вода ушла весной, поля сушились. То есть вам нужно сделать ирригацию и так далее. То же самое общество не может развиваться стихийно. И вопрос к ученым, к людям искусства и так далее. А доколе, как говорится, должен ли ученый, несет ли он моральную ответственность за развитие общества? Человек искусства несет ли моральную ответственность за развитие общества? Философ. Насколько они должны на это влиять? То есть можем ли мы это отдавать политикам, попам и прочим историям? Потому что мы сейчас отдали это общество людям, которые, мягко говоря, очень низкой квалификации. Если мы посмотрим на наших депутатов, что говорить. И вопрос в том, что если так оно будет продолжаться, то мы будем с вами сидеть в более худшей аудитории и рефлексировать по поводу того, что и наука, и искусство приходят в негодность. Да, так, действительно так. Ровно по этой причине. Потому что надо заявить свою позицию, надо ее как-то продвигать. Само по себе это никогда не сдвинется. Мне кажется, что вы сильно драматизируете все. И как бы все процессы идут. Они могут идти в большей степени, в меньшей степени, но они все идут. То есть на секундочку все-таки все эти политики учились в университетах. А у некоторых еще и степени есть, кандидатские, например. Поэтому, в принципе, нельзя сказать, что это какие-то совершенно отдельные существующие миры, что там никакая повестка не продвигается. Это происходит, поэтому нельзя говорить, что чего-то или есть, или нет. Просто естественным образом. Вы же понимаете, что во времена Моцарта 100% населения не слушало Моцарта. Ну вот. И поэтому в этом смысле, что вы сейчас не слушаете 100% населения, в этом нет ничего нового, удивительного или странного. Это совершенно нормально. Так что, мне кажется, что нет такой уж большой трагедии. А с другой стороны, весь опыт человечества показывает, что... И я вот в детстве не мог понять искренне. Я в детстве, меня очень волновал один вопрос. Меня волновало, почему технократия — это плохо. Я наконец понял, почему технократия — это плохо. Но, по сути, вы предлагаете какую-то тотальную технократию. Вот ваша утопия — это тотальный технократический мир. Ответ состоит в том, что вы пытались строить, и получается, черти что всегда. То есть все равно, как бы не спрашивая у людей, что им надо, вот как Костик замечательно формулировал в Покровских воротах, поверьте историку, осчастливить насильно невозможно. Поэтому все-таки какие-то очень обостряющие подходы к попытке осчастливить массу населения, они кажутся пугающими. Или там просветить. Потому что вот немедленно, как это дух Вахштайна витает над нами, то есть все попытки массово просветить, они, по сути, выглядят, как попытки массово осветить. Это тоже не очень хорошо. Поэтому эволюционный путь, он кажется более уместным, и вроде бы он осуществляется. Но вы правы в том, что он мог бы идти лучше, интенсивнее, быстрее, но все равно должен идти эволюционно, без таких катастроф. Поддерживаю, поддерживаю вас. Здравствуйте. Сергей Борисович, хотел у вас спросить, насколько вы считаете, что популяризация науки и сайнс-арт похожи? Ответ короткий, ненасколько в среднем. Опять же, что понимать под сайнс-артом? Да, но даже если понимать исследовательские проекты, такие совместные, это все равно, ну как бы это исследовательский проект. То есть это все равно, в этом смысле это не является популяризацией в некотором смысле. Это легче использовать в популяризации. Точно так же, как вот пример, о котором говорил Антон, когда мы там берем яблоки, применяем ядерный магнитный резонанс, это замечательно тем, что после этого это легко популяризировать. То есть само по себе это исследование, и как исследование, как правило, нефти какое интересное, но зато его легко использовать в популяризации. Поэтому хороший сайнс-арт, хороший такой совместный исследовательский проект художников и ученых, он с большей легкостью поддается после этого популяризации, но сам по себе является исследовательским проектом, что совершенно нормально, наверное, для этого они придуманы. Позвольте еще философский вопрос. В рамках постнеклассической науки текущей идет сильный учет мировоззрения ученого при познании. Верно я помню, да? И вот интересен в связи с этим вот такой вот момент. Дискуссия между двумя искусственными интеллектами, между двумя машинами. Одна другой пишет. Ты уже смог познать сингулярность? Да, отвечает тот. Профессору рассказал? Нет, завтра расскажу. Вот это будет в рамках какой? Постнеклассической науки, в рамках другой рациональности. Будет ли визуализация и искусство использовано? В общем, как искусственный интеллект объяснит профессору, что такое сингулярность? Спасибо, да. Это вот над этим сейчас, наверное, и следует работать современным философом. Я не думаю, что сейчас еще много таких работ, я их не очень-то знаю. Но вы правильно задаете тему, потому что постнеклассическая философия и постнеклассический подход к науке это уже, в общем-то, то, что сейчас есть. Это то, что мы имеем. Учет влияния искусственного интеллекта, какую науку будет развивать искусственный интеллект, как будет построен интерактивный вот этот вот интерфейс между профессором, студентом, искусственным интеллектом и научным сообществом. Это все новая совершенно тема. Они не разработаны еще. То есть их еще надо разрабатывать. Это будет пост-пост-пост неклассическая наука. Вот что это будет. Сергей Борисович, вопрос к вам. Вот пока я вашу книгу не прочитал, у меня все было ясно в голове про математику. По Фейману, что почему она описывает мир, Бог его знает, но получается хорошо. А вот сейчас читал, и вот хочу все-таки вашу точку зрения понять, только не уходите от ответа. Все-таки математика – это порождение разума, вот корень из минус единицы, он еще где-нибудь существует, кроме как головы? Ну, это сразу на сторону философов мяча, потому что, знаете, как у вас чего не спросишь, ничего нет. То есть по понятию там красные, зеленые, ноты ля, еще что-нибудь, все это существует только в голове. А снаружи, как нас давно учили, пустота и атомы примерно. Сейчас это дополнилось физическими полями и еще чем-нибудь. Но по сути, снаружи происходит нечто, а мы у себя в голове это как-то описываем. Это моя все-таки точка зрения. Другое дело, что, поскольку, ну, не обязательно мы, нам приятнее просто так говорить, повышать нашу самооценку. Мы достаточно сложные структуры, для нашего появления нужны были миллиарды лет эволюции, нам нужны стабильные, хорошие условия, потому что если бы в этой комнате температура скакала бы хотя бы в очень узком диапазоне от 220 до 315 кельвин каждые 10 минут, здесь бы никто не высидел или никто не слышал бы. Мы можем существовать только в очень упорядоченном мире, и поэтому в упорядоченном мире хорошо работают всячески вот логические придуманные описания. Поэтому кажется, что ничего удивительного, потому что нам удается придумывать такой язык описания, который очень хорошо работает в достаточно упорядоченном мире, по крайней мере, в его упорядоченных кусках, можно так сказать. Потому что чем более экстремальные какие-то необычные условия возникают, тем нам труднее их, по крайней мере, описывать на уровне теории математизированных, и мы это видим постоянно. И мы прекрасно видим, что еще какие-то более сложные процессы, которые разные науки изучают, мы не можем описывать математикой. Ну и тем более не можем применять какую-то очень изощренную математику, что само по себе забавно. Можно я попрошу? Вам кажется, что забавно, что физика, в неком смысле простая наука, неживая природа, все как бы так хорошо. И мы можем применять очень продвинутую математику, прям архисовременную. А когда мы говорим об использовании математики в биологии, это означает, что они там применяют простые дифференциальные уравнения, наверное, и все. То есть это же по-своему забавно, что в более сложных науках, казалось бы, мы могли бы взять в математике какие-то очень сложные методы, раз там все очень сложно, а берем все равно вначале самые простые. И, наверное, это вот хорошо укладывается в это же объяснение, вот такого последовательного придумывания, как это делать. Ну и, может быть, математикам понадобится придумывать какие-то методы совершенно новые для описания каких-то процессов в психологии, например. У меня вопрос к Растану. Как вы видите развитие искусства в будущем с развитием науки и технологий? Не отпадет ли надобность в искусстве со временем, если заглядывать в далекое будущее через 500-1000 лет? Потому что, когда мы смотрим в будущее, мы можем себе представить, как будет развиваться техника, какие-то там немыслимые приборы, транспорт, но очень сложно всегда представить, каким будет искусство в будущем, в далеком будущем. Как оно вам видится? Я не... Ну, а какая разница? Ну, то есть... Да, тут... Я действительно не знаю, что будет через... Не то что тысячу лет, даже на следующий год у меня очень смутные какие-то представления о том, что же будет. И кажется, что интереснее разбираться с тем, что сейчас происходит. То есть у нас, по крайней мере, есть какой-то хотя бы шанс на то, чтобы понять про то, каким оно может... то есть у меня есть, наверное, тоже можно назвать это исследовательским проектом. Я случайно обратил внимание на то, что в научной фантастике почти не описано, каким будет искусство в фантастическом будущем. То есть в Стартреке только там Android Data рисуют. и... Ну, там танец в основном. И как... То есть... Да, но вот прям так, чтобы... Вот мне как художнику показал, какой-нибудь американский сериал показал, как развивается искусство, такого, к сожалению, я не обнаружил. И стал спрашивать у писателей, чего же вы о нас не пишете. Они стали отвечать, что если бы мы могли... Ну, грубо говоря, если бы мы могли придумывать произведение искусства, мы были бы, наверное, художниками, а не писателями. Вот. И выяснилось, что мы не попадаем в фантастику, то есть искусство не освещено в достаточной степени, ну, по моему мнению, в фантастике, потому что просто техническим причинам они не могут придумывать произведение искусства. Вот. Я обратился к коллегам, и мы напридумывали там довольно большой у нас получился блок данных, в интернете, есть сайт imaginaryfutureart.com, можно там посмотреть. Но, на мой взгляд, это так же, как и фантастика, не рассказывает нам, что же будет в будущем. Это скорее такое отражение настоящего, о чем мы сейчас мечтаем, но пока не можем получить. Вот. Поэтому каких-то предсказаний, мне кажется, то есть я могу очень, не знаю, что угодно сказать в ответ на ваш вопрос, но это не будет иметь никакого значения, потому что я действительно не знаю, что будет там через тысячи лет, и как будет развиваться искусство и наука, но они никак не могут развиваться не в связи друг с другом, так же, как и все отрасли нашей культуры и нашего знания теснейшим образом взаимосвязаны и развиваются. То есть или все будет развиваться, или ничего не будет развиваться, на мой взгляд, я не знаю. Здравствуйте. Меня зовут Максим, и я сюда пришел пообсуждать, значит, вопросы про книжку Сергея Попова, которая мне тоже понравилась, но оказался неожиданно совершенно в другой дискуссии, в которой я в некотором смысле занимаюсь сразу позиции трех лекторов наших, потому что я, с одной стороны, закончил философский факультет когда-то и специализировался на философии науки, собственно, на философии физики. Я занимался структурным реализмом одним из течений. Но в данный момент я в том числе пишу про современное искусство, беру интервью у художника, в общем, как-то в этой среде немножко пребываю. И я должен полностью поддержать позицию Сергея Попова в том смысле, что огромная степень профанации существует в этой сфере, огромная степень спекулятизма. Особенно это касается даже не научных идей, а философских, потому что художники очень часто стараются как-то оперировать философскими концептами и вторгаются в эту территорию. Ну, и я в этом очень часто вижу действительно, скажем так, недостаточный уровень погружения, недостаточный уровень рефлексии на эту тему, и меня это тоже расстраивает. И как бы искусство, мне кажется, для этого страдает. С другой стороны, у нас же как бы есть вот примеры, я на самом деле даже удивлен, что я не услышал сегодня этого имени, у нас есть пример очень модного писателя сегодня, который одновременно является математиком, причем продвинутым, как бы он занимается суперсерьезной топологией, и модный писатель. Я забыл, как его зовут, подождите. Нет, у него сейчас сборник вышел с рассказами, называется «Ягода». Ягода. Никто не читал? А? Роман Михайлов. Роман Михайлов. Кто-нибудь знает такого писателя? Ну, вот он живет в Питере, и у него там своя математическая как будто типа школа, я не знаю, просто как это устроено, лаборатория математическая, они занимаются топологией, которые очень сильно продвинутые, у них там большое количество цитирований и все такое, но при этом вот он еще и писатель и занимается современным искусством, каким-то таким перформативным, в том числе, снимает видео, не знаю, недавно у него был с Пахомом совместный перформанс на одном из рейв-мероприятий в Санкт-Петербурге. Ну, это было достаточно абсурдистское действие, но, не знаю, мне понравилось. Вот. С другой стороны, я еще что хотел сказать, что вот мне кажется, что сегодняшнее вот это вот обсуждение, оно скорее меня больше убедило в том, что начинание соединения вот этих двух начал, какой-то культуры, естественно, научно-лирической, оно абсолютно бесполезно. то есть это совершенно две разные области и правы были философы-рационалисты, которые их разделили, что есть чувственное опознание, есть рациональное опознание, невозможно заниматься одним и тем одновременно. Это какие-то, ну, не знаю, очень несовместимые совершенно миры. Если какой-то человек умудряется заниматься и тем, и тем, то у него в искусстве нет науки, а в науке, собственно, нет искусства. Это просто разные вещи. Ну, мы просто видим, как люди начинают рассуждать что-то про современное искусство и сразу это скатывается в такие наивные представления, что там, я не знаю, люди там Моцарта должны слушать в машинах. Мы уже понимаем, о чем здесь разговариваем. Но с другой стороны, я еще что хотел сказать, область общая, которая объединяет и современное искусство и естественно научное мировоззрение, это, безусловно, в том числе философия, потому что мне кажется, что невозможно серьезно заниматься философией, ничего не зная про современное искусство или ничего не зная про какие-то естественные науки. Если мы посмотрим, опять же, на какую-то современную философию, типа вот сейчас очень моден спекулятивный реализм Квинтин Мейсу, мы там найдем и то, и то. Извините, он и про хорошие тексты про Маларме пишет, ну, наверное, это не очень современное искусство, но тем не менее это как бы относится к этой радигме. И, естественно, научной аргументации, она присутствует, собственно, одна из главных его философий. Вот, пожалуйста. Здравствуйте. Благодарю всех спикеров за чудесный пир ума. Мне хочется сделать реплику Сергею, может быть, чуть-чуть возразить и вот предыдущему оратору. Это очень своеобразно связано с моей основной профессией. Я программист. Это очень проклятая, максимально максимально проклятая профессия, которая очень часто испытывает те же самые ощущения, эмоции, которые Сергей высказал с точки зрения физика. Вот теперь физики и у вас такое же, как и у нас. Я говорю о чем? Я говорю о том, что давайте вспомним метафору смартфона. Метафора была попытка и показать, что если сделать телефон с камерой, то получится плохая камера и плохой телефон. Одновременно смартфоны идут на рынке как горячие пирожки, а профессиональные камеры не идут на рынке как горячие пирожки, и телефоны, исключительно телефоны, тоже не идут на рынке как горячие пирожки. Публика, то есть люди, для которых мы работаем, Она требует от нас определенного синтетического продукта. Публика хочет иметь в кармане то, чем можно сделать хорошее изображение и одновременно качественно пообщаться. В нашей цивилизации накоплено достаточное количество интеллектуального, естественно научного продукта, в том числе математического продукта, накоплено достаточное количество гуманитарного продукта, то есть эстетики, философии. Простите, что я гуманитарный, я скорее речевого продукта, давайте так назову. Количество этого продукта совокупно накоплено в таком количестве, что люди живут в среде, в которой им уже удобно синтезировать все эти штуки в самих себе и требовать продукт, который будет включать в себя и то, и то. Но именно поэтому сейчас люди приходят на идутейнмент, я со своими друзьями, мы делаем идутейнмент для программистов. У нас в Москве есть небольшая конференция, где мы программистам рассказываем о естественных науках, но для того, чтобы программисты еще могли куда-нибудь там пристроиться и взять заказы там у ученых, например, или у художников. То есть здесь, мне кажется, речь надо ввести не о профанации, а еще страшнее, о коммодизации, о коммодизации науки, о превращении тонкой сферы науки или эстетики, а превращение это в продукт, который будет востребован людьми. Давайте не будем говорить слово «рынок», будем говорить слово «людьми». Люди будут требовать наш продукт. И вот у нас, программистов, люди уже требуют продукт. И мы, когда-то бывшие пандитами высокого искусства и слышавшие музыку сфер в середине XX века, мы стали просто, в общем-то, углекопами, которые просто людям на гора выдают уголь Кузбасса и какие-то определенные апочки в их смартфонах. Также и наука приходит к тому, что люди хотят от нас понятного какого-то продукта в том числе, ну и даже не в том числе, а в первую очередь для того, чтобы в принципе улучшать качество своего сознания. Не изменять его, да, а улучшать качество своего сознания, улучшать качество своего понимания, улучшать качество своего мышления. Таким образом, наука в целом, эдутейнмент в частности, он просто способствует улучшению породы мышления. Это была реплика. А вот теперь вопрос. На нашей конференции для программистов я модерировал зал с естественными науками и математикой. И там был Алексей Саватеев. И Алексей Саватеев вбросил, я сейчас вот этот вброс транслирую, буквально вбросил, буквально затроллил зал, буквально сорвал и не спроверг. Следующей фразой. Он математик. Ну, для тех, кто не знает, Алексей Саватеев – это очень популярный популяризатор математики. Пардон за Коломбург. Он действительно популярный популяризатор. Он математик. До одного взгляда на него достаточно, что он совсем математик. То есть вообще математик. Диагностированный математик. И он, как настоящий математик, он прямо в один момент нарисовался, как самый настоящий математик. Он сказал, что как математик, и вот сейчас вот я вопрос хочу адресовать и к Сергею, и коллеге к вам одновременно, потому что, мне кажется, тут, чтобы как-то вот ответить на этот вопрос, понадобится экспертиза всех присутствующих. Он сказал, что я, как математик, говорит, вообще скептически отношусь к развитию естественных наук. Я считаю, как математик. Если в математике у нас есть строгое доказываемое знание, которое так и развивается, там, допустим, Вселенная упадет, а теорема, и он назвал какое-то имя мертвого ученого, она как бы так и останется этой теоремой, и там по-прежнему кто-то будет над ней думать. Вот. То есть он сказал, что математика, да, это сложное, серьезное, солидное знание, но естественная наука в настоящий момент, в том числе, кстати, в силу вот этой коммодизации, в том числе в силу того, что там она превращается в продукт и все такое, но естественная наука испытывает методологический кризис и не будет дальше развиваться, а будет просто, ну, продуцировать некоторые тексты в рецензируемых журналах, которые будут вот молоть друг друга и что-то такое делать. Что мы можем на это сказать, коллеги? Я услышал утверждение, но не услышал аргументацию, а почему это так? То есть я понимаю Алексея Саватеева как математика. Вот, собственно, это и есть некий аксиоматический подход, как только мы задали вот эту систему аксиом. В рамках ее мы можем совершенно независимо, вот как бы это наша комната, мы можем совершенно независимо двигаться очень-очень-очень далеко. Хотя те же самые математики доказывают, что и там есть тоже некоторый свой предел. Физическая наука отталкивается, в первую очередь, от эксперимента, от наблюдения. Пока у нас есть новые наблюдения, новые эксперименты и желание их понимать, чтобы не стояло за словом понимание и даже чтобы не стояло за словом желание, наука будет развиваться. Как только мы поймем, что мы познали все, ну, наверное, здорово. То есть, не знаю, тоже не вижу проблемы какой-то такой. Но это уже такая сильная, наверное, я не знаю, мысль, то есть она даже не спекулятивная, не философская. Ну, то есть вот, ну да, 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 мы все познали. Спасибо нам, спасибо, все свободны. То есть вот так, наверное. Да, ну, я соглашусь с Антоном, действительно, кризис возможен, и его люди как бы обсуждают и предсказывают. Когда у нас иссякнет поток наблюдательных данных. То есть если мы оказываемся в ситуации, как вот условно теория струн, когда у вас есть много чего написать и нечего померить, то это кризис. А в остальном пока все-таки все хорошо и думается, что просто будет смещаться центр масс. Там, как когда-то действительно физика высоких энергий была самой-самой передовой наукой, потому что там быстро-быстро все развивалось. Потом это сменилось, и, видимо, вот если рассматривать весь корпус естественных наук, то его исчерпание еще очень далеко. Ну, и более того, можно оптимистично думать, что наступят какие-то волны возвращения новых данных куда-то, где их уже давно нет. Ну, а так просто в Саватево сразу хочется ответить, что да, математика — это математика царица наук, только ученые об этом не знают. И в этом смысле само высказывание, оно как бы правильное, действительно, математическая теорема, доказанная в рамках определенной аксиоматики, это абсолютно верное стало быть высказывание. Но у него есть второе струн, оно стало быть, оно тавтологично, просто очень длинно тавтологично, как любое истинное высказывание. Ну да, вот. И действительно, до Крис кажется далеко. Продолжение следует...